Когда у них проходят первые пробы. Далее, мы посмотрели, насколько отличаются те дети, которые проходили первичную профилактику, и те дети, которые не прошли такие программы по профилактике наркозависимости. Дальше, кроме этого, мы сравнивали еще, в каких условиях проживают дети и как эти процессы у них проходят. Ну, всю информацию, конечно, я не имею возможности вам представить, но на некоторых моментах я остановлюсь. Пожалуйста, следующий слой. Вот в целом, в таком мониторинге принимали участие 8-11 классы, родители и педагоги Самарской области. Пожалуйста. Вот сколько, какой был объем в выборке за 2014 год. Вот. Было обследовано более 4 тысячи, 4,5 тысячи человек. Из них были студенты обследованы, юноши, девушки, педагоги, родители. Вот здесь все представлено по возрастам, по полу и так далее, в процентах. Пожалуйста, дальше. Значит, сколько всего по численности было обучено по разным годам? Чтобы вы понимали, что у нас, по сути, это ушло каждый год, и приблизительно выборка прибитно была одна и та же. Единственное, что мы делали на разных территориях Самарской области. Не на одной и той же территории, но на разных территориях. Но территории прибитно все одинаковые. Дальше, пожалуйста. Ну и вот. И вот у нас такой вопрос был. Это один из показателей. Там безумное количество показателей, но вот один из показателей, который такой вот дает нам возможность показать, какая динамика вот этого процесса. Значит, приходилось ли вам курить? И вот как отвечали дети. Обратите внимание, что картина постепенно изменяется в положительную сторону. Если по отношению к 2012, 2013 и в 2014 годах не пробовали курить гораздо больше процентов, чем пробовали. То есть он не очень больше, но уже есть вот эта положительная динамика. Особенно по отношению к 2009 году. То есть та система профилактики, которая работает благодаря психологической службе, она вот дает такую положительную динамику. Поэтому это очень важный момент. И можно говорить о том, что она срабатывает с системой. Следующий. Дальше у нас девушки. У девушек этот процесс более даже динамичен в положительную сторону. Здесь уже 72% девочек в 2014 году не пробовали курить. Но в 2009 году этот процент был гораздо меньше. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот очень важный момент. Пик, когда начинают курить. Какой пик? Начало курения у девочек. Посмотрите. Это где-то 14, 13, 14 лет. Самый пик. Это где-то 8 класс. Вот в этом возрасте очень резко начинаются пробы. Первые курения. И это вот этот момент, когда наиболее, ну как бы чувствительны к этому. И в этом плане, именно с 8 классами надо интенсивно проводить работу по профилактике. Пожалуйста, дальше. И юноши. У нас тоже здесь ничего нет неизменного. Это тоже пик. Приходится на 14 лет. Пожалуйста, дальше. И вот еще один момент, который очень важен, и это от этого мы исходим, когда пишем различные программы профилактики и программы работы с родителями, программы работы с педагогами. И где произошла первая проба сигарет. Вот тоже у нас есть интересные изменения. Если в 2010 году эта первая проба проходила на улице, обратите внимание, в 2014 году этот процент резко уменьшается, но возрастает процент дома у друзей. Что тоже дает возможность говорить о том, что здесь необходимо вести очень серьезную работу с родителями. Потому что это плохо, когда дети начинают первые пробы осуществлять дома у друзей, у себя дома. Значит, здесь где-то недосмотр, где-то нет контроля за подростками. Поэтому в этом плане надо эту работу явно усиливать. Следующий, пожалуйста, сладкий слайд. Ну и вот здесь дальше мы еще делали исследования аналогичные по алкоголю. Но так как времени так много, я решила это пропустить. А вот то, что касается наркотических веществ, то здесь вот я тоже вам покажу, какие у нас есть результаты. Мы говорили о том, насколько широко распространено это явление в образовательных учреждениях. Исследования анонимные. И обратите внимание, очень большой процент достаточно, такого явления нет. И где-то процент 4,7-5,4, что это явление распространено широко. Вот когда мы провели исследование более уточненное, приблизительно 3-2% проб наркотиков в школу. Это совершенно на протяжении многих лет. Поэтому вот ситуация и сейчас такая же. То есть говорить о том, что сплошь и рядом все дети, все подростки употребляют наркотики, и школа является вот таким вот центром, вообще говорить нельзя. Пожалуйста, дальше. Вот. Ну и что является причиной? Естественно, это просто возрастное из любопытства. То есть вот что бы мы ни хотели. Дети находятся в подростке в таком возрасте, когда они пытаются изучить, пытаются войти в социальный опыт. Вот этот опыт приобрести. И этот опыт может быть очень разным. Это как трехлетний ребенок, который все тащит в рот. Мы ему пытаемся запретить, но все равно будет грязь есть. Потому что ему любопытно, но там у него предметная деятельность. Он там предмет хочет пощупать. А здесь у него другое. Он хочет пощупать социум. Он хочет примерить на себе все взрослые одежки. Поэтому в этом плане и наркотики вот из того же ряда. Самое страшное, чтобы эта проба не прошла в постоянное употребление наркотиков. Оградить от этого очень сложно. Можно это? Да, можно. Но крайне сложно. Значит, в рамках любопытства надо предлагать альтернативу. Это зависит от всех нас вместе. Предложил? Значит, меньше будет. Нет, значит нет. И здесь еще один фактор. Ну, кстати, очень небольшой. Вот говорят о том, что назло родителям. Очень маленький фактор. Нет. Нет, такого противоестественного нет. Есть еще предложили в компании. Да, предложил друг, предложил в компании. Это есть. Но то, что это идет в противовес отношению с родителями, это нераспространенное явление. Дальше, пожалуйста. Ну, вот еще и где произошла первая проба на улице, дома у друзей. Вот наиболее часто встречающиеся условия, в которых это происходит. Далее. И вот, пожалуйста, процент. Мы просто сразу картинка, кто проходил профилактические программы, кто не проходил. Вот еще раз говорю, процент тех, кто пробовал наркотики, очень маленький. Но внутри этого процента, вот мы попытались вычислить подростков, которые проходили по программам профилактическим, кто не проходил. Но есть разница в процентах. Те, кто проходили 1,8%, те, кто не проходили 3,9%. Вроде бы в 2 раза, но это такой вообще, в принципе, маленький процент, поэтому это очень тяжело как-то вот ощутить. Но просто то, что не пробуют наркотиков в школах, достаточно высокий процент, это реально. Давайте дальше. Вот. Ну и по поводу вот тоже курения. Насколько повлияла профилактическая программа на первые пробы курения? Да, повлияло. Положительно повлияло. Меньше детей пробуют курить те, которые проходили профилактические программы. Дальше. Вот. И вот, когда мы спрашивали у подростков, у педагогов, это подростки, каковы причины, по вашему мнению, употребления наркотиков? Вот то, что красным, это как бы самое главное. Опять-таки, доступность. Дальше, недостаточный контроль со стороны взрослых. Плохая организация досуга молодежи, способ ухода от проблем, поиск новых ощущений, за компанией с друзьями, любопытство и так далее. Вот, приблизительно так распространяется. Здесь нельзя посчитать 100%, потому что им давали выбор. Несколько сразу причин. Поэтому здесь вот не считать пациентов вместе. Дальше, пожалуйста. Ну и вот мы еще спрашивали, какова оценка эффективности тех мероприятий, которые говорят о борьбе с распространением психоактивных веществ. Значит, мы говорили по поводу СМИ, наглядной агитации, тренинговых занятий. Посмотрите внимательно, мы сравнили мнение педагогов и подростков. У них есть расхождение, по этому мнению, и причем очень серьезное. Если подростки достаточно, то есть как бы даже почувствую в два раза, наглядная агитация 60%, подростки только 40%. Тренинговые занятия, педагоги свято в них верят, подростки, говорят, только 40% повлияло. Так что необходимо еще раз продумывать, какие же мероприятия должны быть, чтобы работать с подростками, чтобы мы увидели действительно эффективность этих мероприятий. Дальше. Ну и в этом году, то наркоситуацию, это та была анкета, разработанная нами, и которую мы проводили много-много лет подряд. В этом году мы в силу вхождения закона 120-го и порядка проведения социально-психологического тестирования, мы изменили свою работу и, выполняя этот закон, провели социально-психологическое тестирование подростков и восьмых классов, потому что, когда мы посмотрели, что наиболее часто употребляют именно первые пробы восьмых классах, это в 14 лет, то мы провели как раз в восьмых классах это социально-психологическое тестирование и провели на первых курсах, курсах профессиональных учебных заведений. Это техникума, колледжи, лицеи, это первые курсы, и там 14-15 лет. Пожалуйста, дальше. И можно дальше. Ну, был выпущен, соответственно, закон в Самарском, то есть приказ в Самарской области по проведению этого тестирования. Значит, очень большая проблема, с помощью чего тестировать. И эту проблему мы долго решали. Тот порядок тестирования, который вышел в нашем федеральном министерстве, он давал возможность выбирать регионам сам. Мы выбрали некий тест, объективный тест установок, который нам предложил наш профессор, доктор психологических наук Петр Селыч Яншин. Что выявляет этот тест? Он определяет скрытые эмоциональные установки в отношении употребления психоактивных веществ. Он выявляет даже неосознаваемую положительную установку на потребление наркотических средств. И он объективен. Это не анкета, это не опрос и не задавание вопросов. Это ассоциативный тест. Показываются некие картинки, в зависимости от того, как реагирует и какая реакция, скорость реакции, в зависимости от этого обрабатываются результаты и делаются выводы. Я не буду более подробно, я просто говорю о достоинствах теста, а то как работает, это тоже опять-таки много времени. Пожалуйста, дальше. Значит, он, это программное обеспечение. В эту программу вмешаться никто не может. То есть все проходит анонимно. Число детей, которые могут одновременно быть обследованы, зависит только от количества компьютеров, которые могут одновременно быть представлены. Как правило, это 15-30 компьютеров. То есть, допустим, есть класс информатики в одной подгруппе, 15-другой. Соответствующим образом устанавливается программа для того, чтобы дети прошли этот, подростки прошли этот тест. Далее, его можно анализировать как в группе, так и индивидуально. И на одном и том же чеке он может несколько раз проводиться. Пожалуйста, дальше. Значит, вероятность этого теста очень высока. И кроме этого, очень четко, я там покажу вам результаты по картинкам, вы поймете, очень четко дифференцируются школы, у которых относительно некоторой среднестатистической есть данные, в которых мы можем говорить, да, эта школа, ну, условно говоря, здесь образовательная среда, здесь условия достаточно безопасны, в этой школе достаточно проходит психопрофилактическая работа, и пусть они так же и функционируют. А другие школы показывают такие результаты, которые можно задуматься. То есть там большой процент детей имеют положительные эмоциональные установки на потребление наркотиков. Они, может быть, не потребляли и вообще еще не пробовали. Но если будет условие, когда им могут это предложить, то у них не будет, как бы, вот сознания, не будет таких ценностей, что я скажу, нет, не буду. Они в этом отношении весьма либеральны. При этом, как показал результаты, это не зависит от самого статуса школы. Вот это абсолютно точно. Более того, в одной школе есть четыре класса, при этом три класса абсолютно высокие результаты положительные дают, а один класс дает достаточные предстательные результаты. Заканчиваем. Пожалуйста, и вот я просто эту картинку, сразу же переходим прямо к картинкам. Вот. Вот я показываю эту картинку по школам распределения. Здесь просто приводится, ну, абстрактный муниципальный, нет, он реальный муниципальный район. Здесь мы его абстрагировали. То есть любой, вот несколько школ в муниципальном районе. Вот видите, то, что зелененькое вот там вот, да, это к ней киноли, это среднестатистическое. Все, что выше нуля, это как бы положительно. Все, что ниже нуля, вот красные, это черта. То есть это школы, в которых надо более глубоко проводить исследования. Более того, если говорить о приказе по поводу того, что мы должны данные передавать в Минздрав, то, скорее всего, вот именно эти школы попадут в те, в то число, которое мы будем передавать в Минздрав, и они будут приходить уже и проводить медицинское обследование. При этом, вот обратите внимание, здесь есть школа, вот некая Ка, вот она, средняя школа Ка. У нее низкий результат, предположим, да, вот они вот здесь вот после нуля, да, но они такой страшный, как вот красненький, посмотрите там. Баллы здесь у нас от нуля до минус пяти, все, что плохо, это от минус пяти до минус десяти. Вы потому что привели к единой системе, стандартизировали эти баллы. Вы видите там Z-баллы. И следующую картинку. И вот здесь по классам. И вот обратите внимание, вот школа Ка, видите, вот один восьмой А класс, у них вообще положительный. А другой школа Ка, он сидит в отрицательной. То есть и в самой школе могут быть такие данные по классам, что опять-таки дает возможность задуматься, почему так, какие условия, что это обеспечивает. И соответствующим образом разрабатывать программы профилактики, работать с учителями, с замами по воспитательной работе, с классами руководителей. Но в частности, вот по результатам мы провели уже сейчас совещание с замами по воспитательной работе в нашем регионе, довели до них вот эти вот сведения. Но конкретно до каждой школы, это вот в абстрактном виде, до каждой школы, мы договорились, что мы 17 августа разработали график, и в каждой школе мы будем индивидуально доводить данные. Другая школа не будет знать, какие данные в соседней школе. Всю картину будет знать только Министерство образования и начальник территориального управления. Вот всю картину по школам. Дальше каждая школа будет знать только о себе. Поэтому, потому что вы сами понимаете, что это очень корректно надо доводить до сведений эти, чтобы не было излишней какой-то агрессии, излишнего непонимания, и ни в коем случае не наказывать, не принимать каких-то экстренных мер, а просто думать, что делать, какую работу соответствующим образом вести, как менять планы воспитательной работы и так далее. И вот последняя еще там картинка. Вот, а здесь уже каждая школа по своим классам, вот этот результат представлен просто в табличной форме. Ну, то, что минус – это как бы плохо, то, что плюс – это хорошо. Но вот по каждой школе, по каждым классам здесь тоже представлена вся картина. Там я вам в графической форме представляю, здесь в табличной. И, пожалуйста, дальше все. Спасибо за внимание. Здесь координаты, если кому-то надо, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо, Татьяна Николаевна. Если вопросы... Вопросы есть? Конечно. А, уважаемые выступающие, еще хотелось бы такой момент сказать. Если у вас какие-то предложения в резолюцию, то есть если у вас какие-то есть дополнительные предложения, вы можете даже их предлагать высказывать. Спасибо. А мы приглашаем сюда к микрофону Загладину. Вот инициалы, помогите мне расшифровать. Тема доклада «Культура здорового образа жизни и российская школа». Перед вами сейчас свои материалы представит руководитель Центра социализации, воспитания и неформального образования Федерального института развития образования. Спасибо большое за приглашение. Я первый раз в вашем институте, университете. Мне здесь очень понравилось. Ребята такие одухотворенные. Спасибо большое. Тема моего выступления на секции посвящена российской школе «Культура здорового образа жизни и российская школа». Я постараюсь не затягивать и вот основными такими мазками, чертами описать ситуацию, которая, на наш взгляд, вот сегодня существует в этом отношении. Образовательное пространство является важнейшим ресурсом формирования... Следующий слайд, пожалуйста. Важнейшим ресурсом формирования культуры здорового образа жизни и духовной безопасности личности. В наше время всем становится очевидным, что здоровая нация – это основа для успешного развития любого общества, в том числе и России. Кроме того, все мы понимаем, что для воспитания здорового подрастающего поколения необходимы объединенные усилия власти, структур гражданского общества, ответственного бизнеса, учреждений культуры и спорта, а также средств массовой информации. Следующие два слайда, пожалуйста. При анализе составляющих индекс развития человеческого потенциала, разработанного экспертами ООН, куда входят наряду с величиной ВВП уровнем грамотности населения фактор здоровья населения, четко прослеживается корреляция между образованностью граждан и их представлениями о здоровье и здоровом образе жизни. Следующий, пожалуйста, слайд. Поэтому вопросы физического и культурного здоровья, как все мы хорошо осознаем, должны стать одним из важнейших атрибутов образовательного процесса в школе, что подтверждено базовыми законами, в частности, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, Федеральный государственный образовательный стандарт в числе личностных результатов выделяет готовность выпускника осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня и все мы это отчувствливо осознаем, что безопасность страны и благополучие ее населения находятся в тесной причинно-следственной связи с состоянием здоровья детей, подростков и молодежи. В этом отношении ситуация в современной России вызывает наибольшую тревогу и опасения. В реальной жизни мы часто встречаемся с тем, что молодые люди, обучающиеся школы, колледжи, не принимают и не стремятся к реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни. Сегодня распространенность подростковых абортов, употребление психоактивных веществ среди молодых людей и другие асоциальные явления превратились в колоссальную проблему для российского общества. В договорах между образовательными организациями и родителями школы не только обязуются создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающихся, но и несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса. То есть сохранение и укрепление физического и психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов, воспитателей, психологов, администрации и всего персонала школы. Следующий слайд, пожалуйста. Тем не менее, изучение происходящих в школьной среде процессов, где учащиеся проводят значительную часть своего времени, это составляет около 70% отбодрствования детей и подростков, уже давно требуют серьезных исследований и рекомендаций. К сожалению, продвижение ценностей здоровья в массовой общеобразовательной школе уделяется недостаточно внимания. Многие школы не обладают соответствующей инфраструктурой здоровья, поэтому сложно говорить о закладывании фундамента здорового образа жизни. Следствием этого, наряду с ухудшением экологической ситуации, является рост числа заболеваемостей среди школьников. Именно в школьный период происходит приобщение детей к вредным привычкам, употреблению психоактивных веществ, складывается безответственное отношение к своему здоровью. А ведь в это время происходит формирование здоровья человека на всю последующую жизнь. Исследование Центра социализации и воспитания неформального образования ФИРО которые проводились на протяжении последних лет по противодействию наркотизации школьников в рамках ФЦПРО, показали, что ряд работников школ признаются, что они не представляют себе и не умеют вести профилактическую работу по противодействию употребления психоактивных веществ на современном уровне, не владеют современными методиками и технологиями, хотя такие технологии и соответствующие программам существуют. В большинстве школ отсутствует системная работа в области здоровья сбережения, причем как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Большую тревогу вызывает то, что сама школьная среда порождает факторы риска нарушения здоровья детей и подростков. Во-первых, в школе пока превалируют знаниевые парадигмы образования, происходит перегрузка учащихся и интенсификация учебного процесса. Нередко встречаются случаи стрессовой педагогической практики. Непрофессиональные действия некоторых педагогов ведут к нервным психическим нарушениям, срывам у детей и подростков. Не соблюдаются элементарные физиологические и гигиенические требования к организации учебного процесса. Все это было нами отмечено в исследовании. В ходе оптимизации общеобразовательных учреждений начала разрушаться, это сегодня происходит на наших глазах, школьная психолого-педагогическая служба. В перспективе это может привести и уже приводит к негативным последствиям в отношении оказания своевременной помощи и поддержки как детям, так и их родителям и педагогам. В ряде школ отсутствует систематическая работа с семьей, а ведь многие родители не могут служить образцом для подражания, имея различные вредные привычки. Воспитательный потенциал семьи падает. Многочисленные исследования показывают, что растет жестокость в отношении между супругами, родителями и детьми. Участились случаи проявления буллинга. Это психическое и физическое насилие одних детей над другими. Это все происходит и в школе. К их числу относятся драки, оскорбления, травля. В информационную эпоху подобные деяния записываются на цифровые носители и выкладываются в интернете, о чем мы являемся свидетелями. Что оказывает на жертву крайне негативное воздействие и ведет к серьезным депрессиям и детским суицидам. Следующий, пожалуйста. Сегодня, согласно стратегии развития воспитания на период до 2025 года, которая была принята буквально вот недавно, приоритетом государственной политики в области воспитания является формирование безопасной среды и мотивации школьников к активному и здоровому образу жизни. Следующий слайд. Нормативно-правовая база, а именно документы по продвижению безопасного и здорового образа жизни существенно пополнили за последние годы. Исходя из этих документов, оздоровление подрастающего поколения, распространение моделей формирования культуры безопасного образа жизни провозглашаются важнейшими задачами. В этом плане необходимо особое внимание обратить на концепцию развития дополнительного образования детей, в которой говорится о существенном расширении участников образовательного процесса. Наряду с формальным образованием мы встречаемся с понятием «неформальное» и «информальное» образование, которые вносят существенный вклад в воспитание позитивных ценностей, гражданских установок и активной жизненной позиции у молодежи. Следующий слайд, пожалуйста. Каковы же инструменты реализации моделей здорового образа жизни? Конечно, основное образование – это основное образование, урочная деятельность, обучение на предметах социально-гуманитарного цикла. Во-вторых, это система дополнительного образования. Это факультативы, кружки, студии, секции, система конкурсов и олимпиад. Далее, это внеклассная и внеучебная деятельность педагогов. И в-четвертых, сегодня все большую активность, как я уже говорила, начинает играть неформальное образование. Это образовательная деятельность структур третьего сектора. Социально ориентированные негосударственные организации, разнообразные фонды, автономные некоммерческие организации, общественные благотворительные организации, все активнее начинает участвовать в социализации детей и молодежи, в пропаганде здорового образа жизни и массового спорта. И реализует в своей деятельности программы дополнительного образования детей. Следующий, можно? Среди наших экспериментальных площадок имеются и некоммерческие структуры. Среди них Фонд Созидания, Фокус Медиа, Ростовская организация поколения ЛЭКС, очень успешно работает в зонах для детей, совершивших правонарушения, Тверская общественная волонтерская организация при Тверском госуниверситете. Все они работают в области здоровья сбережения, успешно сотрудничают со школами и вносят большой вклад в основании межведомственного, сетевого и межтерриториального взаимодействия. Умение создавать связи на разных уровнях, взаимодействовать с государственными, коммерческими структурами, налаживать отношения с различными министерствами и ведомствами, несомненно, является достоинством НКО. Образовательные проекты ряда представителей третьего сектора наиболее успешно действуют на российском образовательном пространстве. Так, например, фонд «Фокус-Медиа» работает в 30 регионах нашей страны, фонд «Созидание» — в 27 регионах страны, сейчас они начали работать в Крыму. Их проекты отличаются использованием разнообразных инновационных методик, игровых программ, использованием обучения с увлечением, их называют, молодежных брендов, интернет-мемов, элементов современной молодежной культуры. Все это свидетельствует о нестандартных подходах по вовлечению детей и подростков в социально значимые образовательные практики, делает процесс обучения более динамичным, ярким, мотивирует молодых людей на активное включение в образовательный процесс. При реализации проектов уже много лет используется методика работы равных с равными. Указанная методика в сочетании с другими оказалась достаточно эффективной при проведении профилактической работы по охране здоровья детей и молодежи, включая подростков группы «Риска». Следующий слайд, пожалуйста. Что касается волонтерства или добровольчества в области здоровья, сбережения и массового спорта, то здесь предстоит большая работа. Благодаря Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи студенческое волонтерство получило значительный импульс к развитию. В школе же добровольческой деятельностью пока охвачено мизерное количество обучающихся. Хотя НКО из числа наших экспериментальных площадок успешно реализуют профилактические программы по здоровью и сбережению, благодаря, например, таким грантодателям, как Лига здоровья нации под руководством Лео Бакерия. Вот один из продуктов нашей площадки, методическое пособие, оно там было, для волонтера и инструктора ЗОЖ, инструктора здорового образа жизни. Тем не менее, работа в школе в этом плане представляет собой непаханное поле. И в заключение, я хотела бы подчеркнуть, что сегодня наработаны очень интересные инновационные педагогические практики. Конкурсы, которые мы проводим в регионах, показывают, что создаются новые программы, расширяется участие негосударственного сектора воспитания, создаются сети ресурсных центров для обучения, для обеспечения духовного и физического оздоровления подрастающего поколения. Несомненно, лучшие практики, учебно-методические разработки по соответствующей проблематике должны стать достоянием педагогов и воспитателей общеобразовательных организаций, школ и тиражированы на образовательном пространстве Российской Федерации. Спасибо большое вам за внимание. И я с удовольствием приглашаю вас принять участие, с нами подружиться, принять участие в наших мероприятиях нашего института, ФРО. Если вы оставите свои координаты, мы будем вас приглашать на наши конференции, семинары, круглые столы. Мы занимаемся социализацией очень плотно и всегда рады гостям, ну и партнерам. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы к выступающему? Спасибо. Спасибо. Следующий, пожалуйста, выступающий, директор научно-методического медико-технологического центра МГТУ имени Баумана, Волков. Прошу прощения, имлечисто у нас тут только буквами. Организация и проведение образовательной диспансеризации студентов как важного элемента формирования безопасной образовательной среды ВУЗа. Пожалуйста. Александр Кузьмич. Александр Кузьмич. Ага. Волков Александр Кузьмич. Александр Кузьмич. Александр Кузьмич. Добрый день, уважаемые товарищи, коллеги. Давайте построим наше общение следующим образом. На слайдах мы посмотрим то, что есть в нашем университете. Я коротко выскажу свои мысли в отношении той проблемы, которая нас с вами сегодня интересует. Ну, значит, сначала оценки. Я не знаю, все вы москвичи или нет, но, в принципе, проблема касается, наверное, всех нас и вас. Идет реформа не только образования, идет реформа здравоохранения. Что-то сокращается, что-то объединяется. В итоге выигрыши, в кавычках, мы все с вами. В прошлом году реформирование коснулось университета. То есть здесь была поликлиника полноценная, городская, 160-я, потом стал филиал 46-й поликлиники. Я немножечко историю расскажу. Слышно я, а то микрофон от меня далеко. Я боюсь сломать, но так позу фигуриста займу. Вот, значит, 46-я поликлиника, которая сократилась до минимуму. В итоге Анатолий Александрович принял решение попросить, так как они занимали нашу территорию, попросить их вообще уехать и заняться здоровьем студентов и профессорского и подавательского состава. Это было возложено на центр, тот, который я представляю. Мы расширились. Пути, добры, покажите наши. Мы имеем все медицинские лицензии, все свидетельства Роспотребнадзора, следующие. Это все специальности, по которым мы работаем. Мы оснащены, слава богу, мы оснащались для работы преимущественно в исследовательских направлениях. Но, так как оборудование хай-тековского уровня, это дает нам возможность работать в полном объеме медицинских направлениях. У нас, то, что вы видите, это носимые мониторные системы, это ультразвук хай-тековского Лоджик 8, если кто знает, это очень интересная машина. У нас цифровой рентген, у нас есть СДУГА, интервьюционная хирургия малых направлений, это имморилизация предстательной железы, биоматки, это новые технологии. У нас роботизированные компьютерные комплексы лабораторной диагностики, это вот вы видите, там, в правом углу от вас. Это чисто бауманская разработка. Следующий слайд. Вот эта программа, которую у нас мы выполняем, физиотерапевтическое оборудование, вот внизу справа не всем видно, это разработка биомедицинского факультета нашего, вот он как держит телемедицинское устройство, то есть гаджет, такая накладочка, и человек непосредственно может передать куда угодно в любой центр. Дальше. Вот, это опять же наша программа, которая у нас на протяжении года и квартала меняется, ну, в силу того, что в какой период года, или это вакцинация, или это любые, ну, другие программы, сейчас дети у наших уезжали на Восточный, на Дальний Восток, проблема клещевого цифалета, мы этим занимаемся дальше. Это так выглядит наше состояние здоровья, я имею в виду старшего поколения профессорского преподавательского состава. Дальше. Это с кем мы сотрудничаем, в общем-то, фактически представлены все лечебные учреждения. Почему первая больница, Пироговская больница на первом месте, потому что два года назад я был заместителем главного врача, Пироговская больница, и вам потом немножечко свои наблюдения о здоровом образе жизни, о воспитании нашей молодежи расскажу дальше. Это вот наш адрес, кому интересно, приходите к нам лечиться, у нас лечение бесплатно, да, и, в общем-то, нас лечи, пожалуйста, пока, пока, пока мы денег уберем дальше. Ну, это наш коллектив, коллектив небольшой, в поликлинике было 130 человек, у нас всего 39 со всеми, с научными группами, вот такие красивые, наверное. Дальше нет ничего. Ну, а теперь касательно нашей проблемы. Я вчера, если вы присутствовали, несколько затронул, некоторые вопросы, вот, в частности, комментировал сквозь выступления Покровского Владимира Валентиновича, то, что там, что он цитировал Анещенко Владимир Григорьевича, что куда ни коснется, везде эта манья. Это и вода манья, и манья, ну, и кувения там всех. Ну, наверное, люди, те, которые занимаются, все-таки нужно иметь в виду, что существуют тяжелые наркотики, есть легкие наркотики, которые, в общем-то, в наше среде недоступны, они очень дорогие, и есть все дерегаты производные, которые, в общем-то, распространены в среде, в среде, в общем-то, той школьной, той детской, вот. В первую очередь, с появлением гаджетов, это вот эта десловутая лудомания, манья оторвать практически невозможно, влечь. Ну, все начинается в семье, все понятно. Если в Сингапуре нельзя пить, есть, курить, на улице, для этого существует масса кафешек и масса всяких занятий, вы знаете город государства Сингапур, да, то у нас, вот я вчера пример приводил, это у нас очень модно, взять бумажный стакан с кофе, с горячим, там, не знаю каким, и ехать, читать одной рукой гаджет, другой держать, это кофе, вагончик тронется, пакетик согнется, тетя в голом платье будет коричневым. Вот. Все начинается с семьи. Если мы в семье застолье устраиваем дома, ребенок в три года приходит в детский сад, и он чокается киселем, это вот это, значит. То есть вот, когда нашел на спады педагоги, я обращаю внимание, что, наверное, это вот это тоже пример такая. Значит, те картинки, которые показывают предыдущие, я их ни в коем мере не оспариваю, но вот то, что там 40%, 60% пробовали дети, ну, лукавит, наверное. Я вам такой пример приведу, был учитель главврача Первой Градской больницы по экспертизе. Ко мне, у нас было 9 вузов, они, конечно, не такие большие, как университет Банновский, но и по количеству студентов наших ребят, у нас 20 с небольшим тысяч с учетом филиала, больше нас только в МГУ, чтобы мы имели представление, сколько детей у нас учится, и дети не самые такие вовлеченные, я имею в виду в сторону расширения сознания для приема всяких гадостей вовнутрь, у нас нужно, наоборот, я говорил, об этом концентрировать внимание, то есть нужно читать, 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 если знаете, как театральный гость, и чем больше читаешь, тем умнее покажешься со стороны, это все наши артисты, они просто могут читать, очень забыли, обязаны. Ну вот, в Первой Градской, будучи зам главврача, приходит ко мне мама, был осмотр по теме сегодняшнего моего выступления, приходит мама, девочка гиб, ее осмотрел врач гендерный, как вы могли, без моего спроса, я вызываю врача нашего гендерного, как она могла смотреться, она говорит, мамочка, а ничего, что ваша девочка там на четвертом месяце беременности, то есть он к вопросу, как они отвечают. Я понимаю, что все наши, мы честно работаем с психологами, с психологами, я сам стою в детстве, у меня кандидатская диссертация в физиологию, в документах труда, очень активно мы использовали психологические, психо-зоумические методы тестирования, ну, вот суть, то есть вот раздел доказательной медицины, я, к сожалению, наверное, мы набрали на рамке заседания, я сегодня увидим доктора Юморова, Владимира Федоровича, который в 17-й больнице, владеет всеми методами доказательного мораторной медицины. Ну, наверное, перед нами не стоит сейчас такая цель, задача, да и вообще не правильно уголовно всех брать какие-то жизненно важные среды организма, но кроме чувством он, и исследовать наличие для него гадости. Вот, ну, то есть все через это все проходят. Вот вчера сидел со мной коллега, профессор Диаш, он говорит, вот так вот предложи сейчас вот поднимать нашим уважающим, уважающим старшим товарищам, уважаемым старшим товарищам белый порошок, наверное, никто не откажется, если это будет, будет так вот скрыт. Я к чему это все говорю? То есть проблема, действительно, она серьезная, проблема, она внутри нас самих, и то, как мы решаем ее сами в себе, и то, как мы потом уже с нашими детьми это подходим, объясняем, рассказываем, а не просто копируем нас там. Ну, вот я, к сожалению, не опоздал, вот перед этим выступал очень интересный доклад представитель Министерства. Савара? Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна выступала, мне очень понравился, очень, как бы, здорово. Мы потом говорим. То есть вот эта вся доказательная медицина, вот то, что я представляю, она, ну, как бы, подпоркой помощи, вот всем тем, вот, нашим наблюдениям, зарисовкам к тому, что владеете вы. Вот, я к выступлению. Понятно, ну, понятно, что есть школы обычные, есть школы необычные, и есть школы, наверное, для ботанов. Вот у меня двое детей, пятеро, значит, дочь моя училась в одной школе, сын, наверное, тяжелый сын, сейчас он уже хороший взрослый человек, он тяжелый, но в конце концов мы его уговорили поступить в ботаническую школу для ботанов, то есть это биологический флорус, сейчас он врач, как его. Вот эта вот среда, заинтересованность людей, маленьких людей, но уже взрослых, по сознанию потребности знаний, получения знаний, что тебе это нужно, и, ну, не знаю, по собственным примерам, мы это не получим, они должны это все понять. Можем быть и пройти, набить шишки, выступить на грани. Поэтому, ну, вот такое, если нужно, выступление, давайте общаться, давайте дружить, реквизиты я свои здесь на слайде, вот, если нужно еще раз показать, значит, мы касательно активного выступления, мы проводим через наш учебный научный медицинский центр практически все 20 тысяч, ну, за редко наступление, такие люди, дети наши, которые, в общем-то, с той или иной партийной недостаточности, которая выделяется специализированным в учебных учреждениях, они выносят нам справки, в принципе, это их право, мы их допускаем к тем или иным, ну, то, что к обучению, это допускается все, в общем-то, у нас какие-то проблемы существуют, а я имею в виду вот эти группы здоровья для физкультурного факультета, ну, и факультеты там, где требуется по 32-й приказу, знаете, из-за кокуперов, вредности, вот эти, ребята, уже проходят в области у нас исследования, то есть, если у вас есть какие-то наработки, я к чему? Детки все проходят через нас, детки сознательные, они, в принципе, сами заинтересованы и активно сотрудничают в любых направлениях, будь это моменты медицинские, будь это инновационные, все из раздела доказательного медицины, ну, и объективной психологии, нормальной психологии, так что приходите, будем обсуждать, мы еженедельно по вторникам проводим круглые столы семинара, мы проводим школу, это занятие, ну, и кому интересно, у нас на факультете биомедицинской техники есть респиратура, можно совершать свои знания, навыки, так что приходите, будем работать, много новых направлений, в том числе и, ну, не только в Север-Запад, есть и наши очень неплохие работа, в том числе и по лечению вот параллельной секции, которая идет новым ученым, в зале ученого совета, там сейчас доклад, такой короткий, стендовый, по новых методах борьбы, не борьбы лечения, а непосредственно героиновых наторманов, очень интересно, достаточно эффективно, это обоснованно на медицинском, если кому интересно, можно подойти туда, послушать. Спасибо за внимание, если будут вопросы, я готов на них ответить. Пожалуйста, вопросы. В рабочем порядке. Спасибо. Спасибо. А мы приглашаем к микрофону следующего участника, это Соболева, Соболев, прошу прощения, да? Соболева, Мария, Соболева, Мария, наверное, Евгеньевна, да? Это специалист бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Волгоградской области, областной центр, Вологодской области, областной центра психолого-медико-социального сопровождения. И тема доклада «Организация работы по формированию безопасного поведения детей в условиях центра психолого-медико-социального сопровождения». Да, я являюсь представителем Волгоградской области. В нашей области есть четыре центра психолого-медико-социального сопровождения. Наш центр города Волгоград является областным. В последние годы растет актуальность вопроса безопасности детей, что обусловлено увеличением роста опасности природного, техногенного и социального характера, в который попадают несовершеннолетние, а также высокими показателями травматизма и детской смертности от внешних причин. Таким образом, современные условия жизни создают необходимость формирования навыков безопасного поведения у детей. Современное законодательство Российской Федерации в сфере безопасности ориентируется на нормы превентивного характера и уделяет особое внимание планированию и осуществлению профилактических мер безопасности. Важное место занимает вопрос информационной безопасности детей. Формирование безопасного поведения является комплексной проблемой, в решении которой должны принимать участие специалисты в направлении ведомств. Центры психолого-медико-социального сопровождения являются важным звеном в психолого-педагогическом сопровождении процесса формирования безопасного поведения детей. Работа в учреждениях данного типа осуществляется командой квалифицированных специалистов и педагогов, работающих в междисциплинарном сотрудничестве, пропагандирующих единые ценности и владеющих единой системой методов. В социально-психологической и педагогической литературе встречаются различные подходы к формированию безопасного поведения детей. Условно их можно разделить на 4 группы. Устроение опасности, то есть создание безопасных условий для ребенка, перемещение его в безопасную среду. Образовательный это обучение ребенка предвидения и распознавания опасностей, способов поведения в опасных ситуациях, формирования готовности к обеспечению безопасности. Личностно развивающий формирование личностных образований, позволяющих ребенку быть устойчивым к негативным в первую очередь информационно-психологическим воздействиям. И созидательный это воспитание человека нравственного, реализующего себя в контексте единства с природой и человечеством. В Вологодской области Центр психолого-медико-социального сопровождения реализует комплексный подход к формированию безопасного поведения детей, создавая безопасные условия для детей в период пребывания учреждений на его территории, обучая способам безопасного поведения, проводя профилактику здорового образа жизни, участвуя в развитии индивидуальных психологических особенностей личности, составляющих культур безопасности жизнедеятельности человека. Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования безопасного поведения осуществляется в реализации различных видов деятельности специалистов, педагогов, психологов, социальных педагогов, определяемых законом Российской Федерации 29 декабря 2012 года номер 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации. Это и психологи-педагогическое консультирование детей, их родителей, законных представителей, педагогических работников, индивидуальных и групповых коррекционно развивающих занятий с детьми, методическая помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, оказание помощи обучающимся профориентации и социальной адаптации. С целью организации качественной психолого-педагогической помощи детям по формированию безопасного поведения в учреждении создаются материально-технические условия, позволяющие использовать современные техники в работе с детьми. Все кабинеты учреждения оснащены современным оборудованием, функционирует темная сенсорная комната, специалистами используется компьютерная программа для проведения психодиагностики коррекционных занятий, интерактивная доска, кинетический песок. В областном центре психолого-медико-социального сопровождения реализуются программы дополнительного образования детей социально-педагогической направленности, их у нас две, адаптация в жизни и обществе детей с ограниченными возможностями здоровья, этика и правила поведения, которые позволяют детям и подросткам обучаться саморегуляции, самоконтролю, навыкам безопасного поведения, конструктивным взаимоотношениям. В рамках региональных акций белая лента и вологодщину против домашнего насилия специалистами психолого-медико-социального сопровождения центра психолого-медико-социального сопровождения проводятся круглые столы с участием специалистов различных ведомств по привлечению внимания общественности, проблеме детской безопасности, профилактике различных форм жестокого обращения и насилия над детьми. Проходят родительские собрания в образовательных организациях области по вопросам профилактики детского насилия, отклоняющегося поведения, психологической поддержки детей в трудных жизненных ситуациях, способом конструктивного взаимодействия с детьми. Реализуются групповые занятия с детьми по профилактике безнадзорности, правонарушений, обучению способам поведения в социально опасных ситуациях. Традицией в областном центре становится организация недели безопасности, в рамках которой проводятся занятия с детьми по безопасному поведению в различных опасных ситуациях, социокультурные мероприятия, направленные на актуализацию знаний детей о правилах безопасного поведения, просветительская работа с родителями по вопросам влияния семьи на формирование безопасного поведения детей, информационной безопасности детей, распространяются методические рекомендации для педагогов образовательных организаций по действию в ситуации угрозы жизни и здоровья детей. Специалистам областного центра психолого-медико-социального сопровождения регулярно проводится информационно-просветительская работа с родителями, законными представителями. Через лекторий помоги своему ребенку в разработке и распространении памяток, брошюр, буклетов, статей на информационных стендах и сайтах сети интернет. По таким темам, как дети имеют право на жизнь без насилия и жестокого обращения, как уберечь ребенка от насилия, как правильно смотреть мультфильмы, компьютеры, компьютерные игры в развитии ребенка, как обеспечить безопасное поведение детей в интернете, как защититься от негативного использования персональной информации в социальных сетях, что такое медиабезопасность, профилактика самовольных уходов из дома. В учреждении проводились марафоны для детей «Сегодня модно быть здоровым, как рождается доброта». Большое количество обучающихся образовательных организаций области приняли в них участие, представив свои рисунки, коллажи, литературные произведения, социальные ролики, отражающие вопросы детской безопасности и здорового образа жизни. Одной из значимых форм работы по формированию безопасного поведения у детей является организация летнего лагеря с кратковременным дневным пребыванием. Ежегодно в летнем лагере «Солнечная страна» отдыхают, занимаются до 30 детей с отклоняющимся поведением, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в замещающих семьях. Опытные педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги проводят занятия, социокультурные мероприятия, организуют досуг детей в условиях эмоционального комфорта. Занятия в лагере проводятся с целью профилактики отклоняющегося поведения детей, формирования навыков здорового образа жизни, развития творческих способностей, эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики руки и креативности. В течение 3-4 недель организуются различные социокультурные мероприятия, конкурсные программы, игры, спортивные соревнования и экскурсии. На базе областного центра работает телефон социально-психологической поддержки «Перекресток», цель которого – оказание социально-психологической помощи по телефону детям и родителям, законным представителям для своевременного выхода из трудной жизненной ситуации, предотвращения случаев применения всех видов психологического и физического насилия. Из вышесказанного следует, что психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования навыков безопасного поведения детей в различных жизненных ситуациях является одной из важных задач работы центра «Психолого-медико-социального сопровождения» и реализуется во всех направлениях работных специалистов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть ли вопросы к выступающему? Пожалуйста. Спасибо. И мы приглашаем к микрофону следующего нашего докладчика руководителя программы образовательной социальной проекты «Приходько» и «Прошу прощения, если я неправильное ударение делаю» и тема доклада «Новые подходы к профилактике отклоняющегося поведения молодежи». Будьте добры, представьтесь полностью, а то у нас в программе... «Приходько Владимир Александрович». Алексей? Да, все нормально. Ну, проблемы. Уважаемые коллеги, свое выступление хочу начать с выражения, которое в своей работе использовал выпускник МГТУ имени Бауна, один из основоположников советской космонавтики Сергея Павловича Королева. Сергей Павлович говорил, не согласен критиковать, критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. Руководствуясь этим принципом, Сергей Павлович добивался высоких результатов в своей работе, о которых мы хорошо все знаем. Я считаю, что данный принцип работы необходимо поставить в углового угла и в профилактической работе при решении проблемы аддиктивного поведения и формировании подрастающего поколения культуры здорового возраста жизни. Для этого необходимо создать в системе образования единую систему антинаркотического воспитания. И в этом, как никто другой, может оказать неоценимую помощь волонтерское движение. Вчерашний съезд волонтерских организаций показал, какой огромный потенциал у волонтерского движения. Поэтому было бы крайне преступно его не использовать в построении профилактической системы в системе образования. Что, на мой взгляд, необходимо сделать? Не для никого не секрет, что любая система работает по определенной схеме, которая должна исключать возможные разночтения и хаотичность в работе. Приведу такой простой пример. Если историю страны изучать по нескольким учебникам, то, несомненно, авторы учебников внесут в свое трактование исторических фактов. А это недопустимо, так как история одна, и учебник должен быть один. Так должно быть и в профилактике. На данный факт специалисты давно обратили внимание и высказали мнение, что профилактическая деятельность, работающая без определенной схемы, приносит больше вреда, чем пользы. Так как при разном трактовании предмета профилактики происходит ее неосознанная реклама, что крайне недопустимо. Примером для нас может служить биопсихо-социо-духовная схема, по которой работают специалисты по лечению и реабилитации лиц, страдающих от наркотической или алкогольной зависимости, где четко расставлены приоритеты для всех участников лечебно-восстановительного процесса. Поэтому схематичность профилактики так же крайне необходима, как в лечении и реабилитации. Без определенной схемы эффективность профилактики, на мой взгляд, выглядит крайне сомнительной. В этом заключается моя критика существующей профилактики. Что я предлагаю? На основании вышесказанной я предлагаю использовать профилактики схематичности, расставить приоритеты, которые бы акцентировали внимание подростков на достижении близких и понятных им целей, а не рисовать им далекую и благоприятную перспективу будущего с непонятными и расплывчатыми для них целями. К примеру, по радио можно услышать такую рекламу. Хочешь быть успешным, сильным и здоровым, никогда не пробуй наркотики. Данный призыв у многих подростков может вызвать нездоровый интерес к данной рекламе. И закончится вопросом. А что будет со мной, если попробовать? Стану ли я от этого менее сильным и здоровым? Далее понятно, куда могут привести подростков подобное место. Поэтому в наркотических программах необходимо исключить подобные рекламные ходы, оставить подросткам задачу на каждый день, ежедневная реализация которой для них станет одним из смыслов их дальнейшей жизни, так как утренняя гигиена для нас всех. Заканчивая свое выступление, скажу, что руководствуясь принципами, которые в своей работе использовал Сергей Павлович Королев, была разработана психологопедагогическая схема профилактики в новом формате. А под нее подобрана программа и методика, которая изложена в презентации. В презентации важная роль отводится волонтерскому движению. Свой вариант я предложил также и Центру здорово-сберегающих технологий под руководством Геннадия Ивановича Семейкина. Поэтому сейчас мы посмотрим на слайдах, как это выглядит. Жизнь безопасности и безопасная образовательная среда. Презентация по первичной профилактике наркомании как одной из необходимых форм формирования антинаркотического мировоззрения и культуры безопасного образа жизни. Проект состоит из программы методики, является теоретической разработкой, которая практическая реализация имеет возможность быть наполнена передовыми технологиями из области психологии, педагогики, медицины. В данной разработке приводятся основные аспекты, которые по мнению автора являются приоритетами построения эффективной системы профилактики. Это также работа с наркоманией по профилактике, алкоголизму и табакурению. Проект разрабатывался на основании указа президента Российской Федерации об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, в которой определены задачи сокращения спроса на наркотики путем совершения системы профилактической лечебной реабилитационной работы, создания государственной системы профилактики немедицинского употребления наркотиков с приоритетом мероприятия первичной профилактики. Название проекта, условное название проекта «Международный антикиллер» — это профилактическая науковая программа и методика. Профилактика социального поведения возможно осуществлять в новом формате, где применена схема, в которой определены приоритетные направления. Это новый формат, профилактический продукт на основании, продуктом является психологический бренд и, естественно, технологии, которые возможно применить в соответствии с этой схемой. Продукт возможен к адаптации в любом регионе Российской Федерации на городском и муниципальном уровне. Далее идет построение системы профилактической, которая разбивается на два блока, которые предварительные рекламно-информационные, основной практический. И, значит, все это идет совместно с волонтерскими организациями и, естественно, внедряется в общеобразовательные организации с учетом требований управления образованием местными. Значит, за основу проекта формирования антинаркотической модели поведения и культуры безопасности, безопасного образа жизни взята социально-когнитивная теория известного канадского психолога Бандоры. Значит, в нем, в теории, значит, пять направлений, которые, значит, определяют психологические возможности и действия подростков. В соответствии с когнитивными способностями человека основными механизмами формирования поведения являются научение через наблюдение, научение в действии, внешние мотиваторы и косвенные мотиваторы, которые, значит, используются в дальнейшем при составлении определенных программ и методик. Значит, на основании приведенных психологических механизмов необходим инструментарий. Основным инструментарием профилактики являются рекламно-информационные технологии. Чтобы антинаркотическому проекту стать узнаваемым, для этого необходимо выбрать, к примеру, выбрать несколько кандидатур известных людей, проживающих в городе или муниципальном образовании, предварительно с ними встретившись и с каждым заручившись их согласием принять участие в предварительной Мандоре кандидатуре для антинаркотического проекта. Лицом проекта могут стать знаменитые спортсмены, чемпионы мира и Европы, пара олимпийских иер, а также спортивной команды и их лидеры, герои России, ветераны Великой Отечественной войны, знаменитые артисты театра кино и знаменитые либо эстрадно-исполнители, проживающие в городе или в данном муниципальном образовании. Если таковых нет, то лицом проекта может стать видно региональный или местный чиновник, к примеру, губернатор или мэр города. Если будет несколько кандидатур, то волонтеры под руководством координатора проекта проводят с логический опрос населения в нескольких местах наибольшего скопления граждан. Цель – выявить сам узнаваемого кандидата. Исходя из результатов опроса данного кандидата, предлагается стать лицом антинаркотического проекта, проводимого городским или муниципальным отделом по работе с молодежью. Таким образом, выбор кандидата необходимо разместить его в фото-портрет вместе с изображением комбинированного антинаркотического словесно-графического логотипа, изображающего счастливую семью, свободную от психоактивных веществ. Например, у подмосковного региона это будет примерно выглядеть так. Если проекту придать статус губернатором, то лицом проекта будет губернатор Подмосковья и Урабьев, с его согласием. Если же антинаркотический проект будет самостоятельно реализовываться городским или муниципальным отделом по работе с молодежью под эгидой Министерства обороны, Министерства образования, Министерства спорта, то лицом антинаркотического проекта могут стать известные вышеперечисленные лица. Например, в Химках это может быть баскетбольный клуб, в Химке, в Рамельском это футбольный клуб «Сатурн». То есть спортивные лидеры, они могут выражать уверенность того, что чтобы заниматься спортом и быть здоровым, подросткам надо ориентироваться на их. Значит, дальше нужно. Для того, чтобы антинаркотическая реклама несла максимальную информационно-визуальную нагрузку, необходимо на первом этапе установить рекламу. Это рекламные стенды, битборды, растяжки различные, можно на остановках общественного транспорта, ну, примерно вот как на автобусах ходит реклама, и люди постоянно ее видят. При технической возможности города необходимо смонтировать антинаркотический ролик, которым указать основные направления проекта и его название. Для его узнаваемости транслировать его по местному телеканалу на протяжении нескольких месяцев. Местная волонтерская организация производит раздачу листовок с информацией, что в городе или в муниципалитете проводится такой проект. Это можно делать у торговых центров, в местах, где проводятся спортивные, культурные массовые мероприятия. При договоренности с руководствами общевыразовательных учреждений, силами волонтерских организаций, проводить возле образовательных учреждений флэш-мобы, например, следующий сайт покажут, и раздавать листовки, рассказывающие о целях и задачах. И также проводить соцопрос населения на предмет узнаваемости антинаркотического проекта, потому что многие, как правило, не знают, что это проводится, только тот круг лиц, который занимается этим. А большинство населения просто не представляет, что такое происходит в городе. Ну, это картинка, как флэш-моб проводится, вы знаете. Значит, программа предлагает название проекта, что такое антикиллер, это противоположность убийце киллеру, естественно, что наркотики являются убийцами человеческой души и тела, ну, международное смысловое значение объединяющие людей, независимо от их национальности, вероисповедания и места проживания. И каждый человек может, или подросток, может стать участником такого антинаркотического проекта и позиционировать себя как член, как участник. И примерно модель такого поведения была у нас выработана, которая на протяжении 70 лет работала в Советском Союзе, это примерно октябрята, пионеры. Ну, то есть, со своими какими-то обязанностями и, в общем, позиционировать себя как член этого органа, можно так сказать. Дальше будет. Значит, ну, проект, естественно, есть задачи, которые стоят перед собой. Это создать в отдельно взятом городском или муниципальном образовании единую систему первичной профилактики в школьной среде, антинаркотическое воспитание будет помогать каждому подростку раскрывать все механизмы более глубоко осознания проблемы, связанных с употреблением ПАВ и их последствиями. Новый формат будет воспитывать подростков дух коллективизма, взаимопомощь по отношению к своим товарищам, пропагандируя девиз «Один за всех, все за одного». Значит, таким образом он создавает атмосферу открытости, которая будет предотвращать проникновение в школьную среду психоактивных веществ. Дальше мы тоже. Ну, в принципе, проекта «Научная обоснованность», «Практическая собранность», ну и основные направления деятельности. Значит, на предварительном этапе построения единой профилактической системы на классных и родительских собраниях довести до школьников и их родителей, что администрация города или муниципалитета реализует антинаркотический проект, цель которого предотвращение проникновения в школьную среду психоактивных веществ и формирование аудитории безопасного возраста жизни. В дальнейшем постоянно информировать и привлекать родителей, ну это все, вы знаете, что школьники и их родители должны быть едины в понимании пагубности употребления психоактивных веществ. Значит, организационное. В школах необходимо сформировать общешкольные советы по противодействию проникновению в школьную среду психоактивных веществ, в состав которых должны войти старшеклассники, родители с активной жизненной позицией, педагоги в главе с директором школы для координации и разработки совместных школьных и общегородских мероприятий. Значит, естественно, тесные контакты с профильными городскими и муниципальными структурами предусматриваются. Директора школы могут вносить свои предложения по проведению дополнительных антинаркотических мероприятий в городские и муниципальные управления образования с целью их реализации на местах. Значит, основным вкладом, можно так назвать, для каждого участника антинаркотического проекта может стать личная нетерпимость и проявление толерантности к психоактивным веществам и их потребителям. Ответственность за свое психическое и физическое здоровье, повышение личной ответственности за здоровье своих товарищей и всего класса в целом. Это к вопросу о коллективизме. И проявление личной активности и открытости для недопущения проникновения в классную и общественную среду психоактивных веществ. На основании поставленных целей и задач программы разработана методика по первичной профилактике. Поэтому методика по проведению профилактики строится на принципах дружбы, взаимопомощи, открытости и личной ответственности каждого школьника за судьбу своих товарищей, участников проекта. Достижение цели возможно при условии, если руководство со основным принципами программы использовать в едином комплексе психологические возможности антинаркотического бренда, рабочей схемы и социально-когнитивной теории, социального научения канадского психолога Бандоры. Значит, в профилактике, мне кажется, это ноу-хау, что профилактика проводится на разных уровнях. Вот докладчики передо мной сказали, все это как на психолог-педагогическом уровне это все делается. Все это, да, это все нужно, это все несет некую эффективность. Но вот мне кажется, что работа школьников, она может дополнить те психолог-педагогические знания, которые мы, как психологи и педагоги, доносим до детей. Поэтому на школьных собраниях, начиная с 4 класса, примерно 10 лет, ну это такой, значит, не совсем корректный возраст, классные руководители должны предложить ученикам своего класса создать классные мини-группы из 5 человек. Ну, как раньше были в октябряцких организациях «звездочки», то есть, так называемая группа взаимопомощи, взаимовыручки. Два мальчика, примерно три девочки. От каждой звездочки выбрать по одному члену актив-класса под руководством классного руководителя. От каждого класса выбрать представителя в общий школьный антинаркотический совет, который возглавит, естественно, директор школы. Что для этого необходимо? В классные программы необходимо включать обучающие, спортивные и культурные мероприятия, чтобы при оценке выполнения заданий учитывались как индивидуальные показатели, так и коллективные для каждой звездочки. Необходимо создать единый школьный информационный стенд, а также информационный стенд для звездочек в каждом классе, на котором будет отражена антинаркотическая и другая патриотическая деятельность, ну, в общем, жизнь класса, жизнь школы на этих стендах. Значит, задача звездочек будет мини-группы. Необходимо вырабатывать механизмы коллективизма, дрожьбы, взаимовыручки и открытости. Все члены группы взаимопомощи обязаны контролировать и немедленно информировать классного руководителя и сообщать по телефону доверия о тех или иных ситуациях, связанных в психоактивных веществах своей мини-группой или о проявлении в других мини-группах возникших проблем. В данном случае подростку будет вырабатываться психологический механизм, при котором помогает другим. Подростки в первую очередь будут помогать себе. Значит, все члены антинаркотического проекта должны носить знак участников программы проекта, логотип проекта, который будет символизировать единство и сплоченность коллективу противодействия, проявления в школьную среду психоактивных веществ. Значит, в городских или муниципальных управлениях образования необходимо организовать единый телефон доверия, в задачу которого будет входить оперативное реагирование на поступающие сигналы из образовательных учреждений, связанных с психоактивными веществами. Ну, значит, ноу-хау заключается в том, что на современном этапе стиле образа современного общества формируется с использованием технологий, которые активно используются в предложениях, потребительских товарах и услугах. Особо разрекламируемые товары и услуги приобретают статус брендов, имеют приоритет среди других товаров и услуг. Психоактивные вещества, табак и алкоголь по своей узнаваемости во всем мире являются своеобразным брендом потребительских товаров, противостоят психологической силе данных брендов, возможно, при создании анти-брендов, которые способны формировать культу безопасного образа жизни и без наркотиков, алкоголя и табака. В комплекс «Ноу Хоу» также добавляют какую-то рабочую схему, определяющую приоритетные направления профилактики, психолого-филологический продукт в виде анти-брендов, который, возможно, предлагается с помощью брендирования и инновационных технологий, а также программы и методики, которые базируются на теории социального научения по-моему. Ожидаемый результат. Предлагаемый проект возможен к реализации на муниципальном и родском, региональном и федеральном уровне. Согласно задачам, которые определены в стратегии государственной антидокотической политики Российской Федерации до 2020-го года. То есть это сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической лечебно-реабилитационной работы, создание государственной системы профилактики медицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики. Какие критерии могут определить эффективность проекта? Определить эффективность, возможно, по контрольному медицинскому тестированию школьников, которые необходимо проводить перед заключительным выпускным экзаменом на предмет возможного выявления потребителей ПАВ. То есть, если это проводится ежегодно, это одно, но на выходе из школы можно понимать, когда человек вступает во взрослую жизнь, он уже несколько по-другому себя видит и позиционирует. Поэтому это очень важно, когда человек уже, можно сказать, не боится последствий тех, которые могут его ожидать в школьной среде. Ну и, значит, достигнутые на выходе системы среднего образования высокие результаты профилактики окажут положительное влияние на дальнейшую судьбу выпускников. По дальнейшему развитию у них культура беззапасного образа жизни. А, ну и перспектива, значит, такой опыт можно нарабатывать в системе образования с дальнейшим его тиражированием уже на высший уровень высшего образования, либо профтехобразования. Ну и, значит, предложение взять за основу, предлагаю я, и антинаркотические мероприятия разрабатывать с учетом индивидуальных местных условий. И, в общем-то, все. Все, закончили? Да. Есть ли вопросы? Да, Татьяна Николаевна. А, что вы имеете в виду социального научения Альфа Габандурова? Какую часть методики социального научения Альфа Габандурова в данном случае предлагаете использовать? Правильно я понимаю? Ну, там указаны главные принципы работы. Ну, вот какие, я не совсем поняла, а как это можно как-то, подобные, как все-таки звездочки? Это как форма, это как предлагаем одна из форм. Можно на современных условиях подобрать необходимые технологии, которые вы... Вот какие можно подобрать? А какие технологии вы предлагаете конкретно в данном проекте? Ну, сейчас я точно не могу вам сказать, что за технологии предлагаются, просто при заинтересованности на местах это можно подобрать индивидуальные технологии, можно все это посмотреть, все это... Все это есть у нас, есть великолепный специалист Корчагин, который очень много предложений... Это замечательно. Просто у меня тоже еще есть вопрос, если позволите. Вы сказали, что у вас... Вы предполагаете разделять класс на некие звездочки, да, и эти звездочки должны каким-то образом доносить информацию о своих коллегах по учебе, о своих учениках, о учителям, а они впоследствии, я даже записала, должны это передавать в органы управления образованием или медицинские центры для дальнейшего медицинского тестирования. Вот как вы видите эту схему в рамках воспитания молодежного внука, молодежи, это будет эффективно, как вы думаете? Ну, я думаю, что взаимовыручка, взаимная поддержка школьников друг к другу... Взаимовыручка, да? Да, конечно. А, это форма взаимовыручки? Это форма дружбы, как объединяющая такая составляющая воспитательного процесса. Восемельство и ведовщина. А, да, хорошо, а если, ну вот, например, у нас так получилось в этом классе, есть такие дети, и дальше что? Что с ними происходит? То есть, ну, они выявлены. И это становится известно на весь класс, правильно? На весь оригинальный управление образованием. Дальше идут какие меры? Что мы дальше с этим делаем? То есть, процесс какой? Ну, выявили мы молодцы. Нет, ну, процесс, он уже определен, уже и законом определенный. Каким? Неведомо. Ну, он, например, проходит медицинское тестирование в школе, да? То есть, все равно какой-то процент выявляется школьникам, с которыми в дальнейшем работают психологи, медицинские работники, которые, соответственно, понимают, что есть проблема, ее надо решать, но на уровне ребят, ребят, у них несколько другой подход, чем у взрослых. То есть, помните, как в советское время, я не знаю, помните ли вы или нет, когда к отстающему ученику прикреплялись отличники, которые помогали по тем или иным предметам. Здесь, в принципе, механизмы воспитания и поддержки, это, наверное, такой же. Ну, здесь еще, ну, вы не учитывали фактор, что здесь происходит некоторое несоответствие с тем, что любой ребенок, любой и родитель, вообще любое тестирование ребенка проходит с разрешением родителей. И если родитель не дает на подобное родо разрешение на тестирование ребенка, то его нельзя тестировать. Вообще нельзя. То есть, получается, у нас двойственная ситуация, на него доносят его, фактически должны... Почему вы употребляете слово «доносят»? Ну, потому что оно отражает смысл действия. И, или же что? Вот это мне не очень понятно. И потом, знаете, вот насчет профилактики. Я много занимаюсь в качестве полемики, расскажу небольшую, маленькую историю. Я провожу профилактику, но у меня отдельно я занимаюсь профилактикой алкоголизма среди несовершеннолетних. Но вот тема спайсов меня сейчас в последнее время очень заинтересовала. И я вот на всех аудиториях, я в очень многих городах бываю, прошу, там педагоги-психологи, то есть специалисты, я прошу поднять руки людей, которые слышали про спайсы что-нибудь года три тому назад. Вот, коллеги, можете поднять руки, кто три года тому назад вообще слышал, что есть такая тема спайс? Вот, ну как-то неактивно. Кто сейчас не знает, что такое спайс? Поднимите руки. Ну, не слышали совсем даже ни разу. Ну и ладно, ну один-то уже у нас статистическая норма, нормально. А вот должны же быть отклонения. Получается, что у нас на самом деле, проводя профилактику спайса, мы довели до сведения всех практически граждан о существовании подобного рода проблемы и подобного рода продукта. Прорекламирование. Прорекламирование. Что на самом деле, действительно, тоже является некоторое такое... Ну, это как продвижение, извините, конечно. Конечно, конечно. То есть вот к вопросу о том, что это в некотором смысле пропаган... Профилактика является и продвижением. Как некоторую социальную норму, да. То есть сначала у нас возникает знание, а потом потребность это знание удовлетворить. Ну, типа того, да. Вот, собственно, у меня были такие вопросы, потому что тема такая живущая. Она достаточно активная. И все, что касается образовательной организации, ведь школа, это очень тонкий механизм, где сплетается очень много всего. И внедрять туда что-либо новое в школу, это на самом деле разрушает вот этот баланс, который на самом деле сейчас, он и так находится достаточно тонкой грани, где возможно очень много всего есть. Ну, вы считаете, что дружба между школьниками, она как бы разрушает этот баланс о знаниях, если мы предлагаем профилактические программы, которые ясно показывают, что такое спайс, что такое героинь, что такое марихуана. Ясно показывает. Это особенно меня тревожит, когда это показывает слишком ясно. Да, я хорошо вам сейчас расскажу, как не надо употреблять этот самый спайс. Я сейчас вас научу, как не надо это делать, я покажу вам технологически. Ну, ребят, ну, спайс... Нет, ну, программа, она не нацелена на то, чтобы именно подросток вот знал, что такое спайс, как он берется, откуда его взять, понимаете. Здесь просто идет чисто воспитательный такой духовно-нравственный процесс. Здесь, если с нашей точки зрения это, как говорится, один за всех, все за одного, то с духовно это помоги ближнему. Можно так трактовать эти принципы работы, понимаете. Спасибо, я просто к тому, что я просто занимаюсь, я профессиональный психолог, представляю именно психологическую службу вообще, которая есть в России сейчас на сегодняшний день. И я знаю, что происходит в образовательных учреждениях, и какая работа ведется по воспитательной работе, это очень важный момент. Поэтому я очень животрепещу всегда поднимаю этот вопрос, потому что психологическое здоровье и психологическая безопасность – это основа, собственно говоря, деятельности любого образовательной организации. Спасибо. Если есть еще вопросы, пожалуйста. Хорошо, что мое выступление вызвало такое небольшое колебание. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, у нас следующий докладчик Киселева, научный руководитель Центра первичной профилактики наркомании Департамента образования города Москвы. Нету? Не подошла? Не говорили, что подойдет. Коллеги, значит, кто-то подошел, из кого мы не назвали. Шелонина? Нет. Ну, тогда я с удовольствием предложу слово Калинине Николаевне, проректору по воспитательной работе молодежной политики от Ульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого, руководителя Межрегионального центра развития кадрового потенциала молодежной политики по Центральному федеральному округу. Инновационная здоровье, сберегающая технологии, работа с молодежью. Уважаемые коллеги, позвольте мне предоставить слово. Подошел Алексей Сергеевич Миронов, он ведущий у нас на форуме. Он просил предоставить ему сейчас несколько минут для того, чтобы он очень значимую информацию там издавил. Давайте я послевать. Нет, давайте еще раз. Добрый день еще раз, уважаемые друзья, коллеги. Интересная секция. Значит, у меня организован вопрос, послушайте, пожалуйста, внимательно. Значит, сейчас работа секции заканчивается, вы спокойненько выходите через вот это правое крыло. Здесь наш студент Альберт, наш волонтер, он вам дает ценные указания по поводу, как, куда, где обедать. Дальше. Вы обедаете спокойненько, время у вас есть и в 13.45 можно раньше. Мы все собираемся в зале ученого совета на пленарное заседание, на котором будет замминистра образования, ректор. Подводим итоги работы секции. Зал заседания ученого совета. Чтобы вы не заблудились, там, где столовая, они заканчиваются вот этой площадью, где памятник. Там наши волонтеры будут стоять, и оттуда они вас разведут. Ваша задача после обеда подойти на эту площадь, там наши волонтеры вас отведут в зал заседания ученого совета. В 13.45 максимум руководители попросили не опаздывать в связи с тем, что прибывает пресса и замминистра. Там, скорее всего, будет какое-то интервью, чтобы хождения у нас там не было. Это просьба такая. Если вопросов по этому нету, тогда, как бы, все. И уже заседание зала совета, там будет пленарное заседание и награждение. Оттуда мы уже все расходимся по домам до завтрашнего дня. Завтра у нас заседание будет в 10 часов здесь. Здесь заседание круглого стола проводит Герасименко в Госдуме. Ну, это все. Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, вот эта площадка университета имени Баумана, она не один год, не первый год, а в течение многих-многих лет собирает специалистов, людей неравнодушных, я имею в виду студентов, те, которые не могут оставаться в стороне от проблем молодежи, связанных с здоровьем, связанных с модой на употребление тех или иных психоактивных веществ. И ведется вообще очень разноплановые дискуссии по поводу подходов, содержания, методики и так далее, работы по профилактике зависимости от психоактивных веществ. Обсуждаются, живо обсуждаются модели волонтерских практик, обмен опытом происходит. И, в общем-то, каждый раз, уезжая с этих площадок, мы получаем некий новый взгляд на то, как сегодня решается эта проблема. Но иногда впечатление, напротив, демонстрирует, что то постановление ЮНЕСКО в конце 90-х годов, в которых говорится о профилактике и вводится понятие психоактивные вещества, оно для многих, ну, может быть, терроинкогнито. И снова и снова мы говорим, и что особенно для меня недопустимо, про образовательные учреждения, не задумываясь, вводя туда такие, или предлагая вводить такие структуры, как антинаркотический совет, чуть ли не с первого класса и так далее и тому подобное. Достаточно большой опыт работы в школе я имела и каждый раз примеряю на свой класс, на свою школу, на свою административную работу. Вот я бы начала работу с детьми по формированию такого совета и так далее и тому подобное. Сегодня уже был представлен опыт, интересный опыт организации медицинской помощи, как центром медицинских университетов имени Бауна проводится комплексная работа, которая, в общем-то, действительно является важнейшим звеном в профилактической деятельности по сохранению здоровья студентов и преподавателей. Я представляю вуз гуманитарный, в общем-то, вуз не такой, с таким большим контингентом, но вуз со своими традициями, Тульский государственный педагогический университет носит имени Льва Николаевича Толстого, главный корпус находится всего в 7 километрах от Ясной Поляны, вам хорошо известны. И вот свое видение, свое понимание организации работы профилактической по профилактике социальных явлений мы в течение очень многих лет представляем на различных форумах, на различных фестивалях. И я думаю, что если кто-то заинтересуется теми небольшими фрагментами своей деятельности, которые я сейчас представлю, мы будем очень рады сотрудничеству с вами, будем очень рады и благодарны за те замечания, несогласия, которые вы выразите в нашем понимании, в наших подходах к организации работы. В чем специфика образовательного учреждения? Ну, первая специфика в том, что в педагогический вуз, у нас проходит мониторинг, приходит достаточно большое количество абитуриентов из учительских семей. А это значит, педагогические образовательные традиции, вот они так через поколение, поколение передаются. И это особые студенты, особая группа студентов, это первое. Второе, конечно же, мы в основу своей деятельности положили наши отечественные традиции. И вузы, организации вузовской жизни, и организации работы с молодежью, в том числе студенческой молодежью. И не стесняясь, в середине 90-х годов заявили об этом, разработав одними из первых в стране свою концепцию воспитательной работы, назвав ее не социальной, не внеучебной, а воспитательной работой, потому что это российская традиция. Мы ее проследили с момента создания университетов в России. И рассматриваем любое внешнее проявление, любой проект, любую идею с позиции, насколько она работает, прежде всего, и способствует реализацию воспитательных задач. То есть она работает на воспитание или, тут можно стать и знак вопроса, и многоточие. В чем еще специфика? Ну, специфика заключается в том, что студенты приходят из самых разных образовательных учреждений, и на момент зачисления абитуриентов, вот только что приказ в начале августа зачитали о том, что вы зачислены, студенческий совет по факультетам проводит анкетирование относительно имеющегося опыта жизнедеятельности, творческой жизнедеятельности, спортивной жизнедеятельности, относительно ожиданий у вновь поступивших к нам студентов, еще пока не первокурсников, это будет все после первого сентября, и с тем, чтобы предложить им на этапе трудового семестра в августе при зачислении, творческого семестра последней недели августа, войти в те или иные объединения, коллективы по интересам. Это спортивные объединения секции, это творческие различные кружки, студии и так далее, и тому подобное. И, конечно же, различные формы самоуправления, самоорганизации, которые существуют на разных факультетах и в университете в целом. Таким образом, мы пытаемся подчеркнуть для каждого зачисленного абитуриента, насколько он важен, каждый, со своими достижениями, со своими ожиданиями, предпочтениями, и что мы будем очень стараться согласовывать свои действия, и чтобы каждый нашел здесь себе дело по душе, а самое главное, чтобы в течение вот этого августа месяца создать ситуацию успеха, которая позволит прежде всего более мягко пройти адаптацию на первом курсе и так далее, и тому подобное. Тогда же на этапе разработки своей концепции мы создали наш психологический центр, студенческий психологический центр, возглавил заведующий кафедр тогда психологии нашего университета. А работу в центре осуществляли студенты, старшекурсники, ну и в целом была рабочая группа студентов факультета психологии. Это и телефон доверия, это и хорошо оборудованные в то время были программы по оснащению центров психологической помощи. Мы выиграли не одну такую программу, поэтому полностью оборудование и с компьютерными программами биологической обратной связи оснащены наши кабинеты. И это действительно работающая вот такая структура нашего университета. В чем еще специфика? Но специфика заключается и в том, что мы исходили из того, что университет — это коллективный субъект любой деятельности. Если говорить о профилактике, то, безусловно, коллективный субъект и профилактической деятельности. Поэтому для нас чрезвычайно важны, прежде всего, активные участия самих студентов. И вы знаете, вот сколько лет я работаю, а программа здоровья, сбережения и профилактики уже практически два десятка лет у нас осуществляется с разными акцентами, с разным смысловым наполнением, но ни разу как форму, это вот нам, взрослым, педагогам, психологам, организаторам, ни разу ни один студент не предложил организовать такую форму, как флешмоб. Ни разу продвинутые наши, ни айтишники, ни факультет физической культуры и так далее. Почему-то у молодежи не пользуется эта форма популярностью. Я когда сегодня видела некоторые кадры, когда нам демонстрировали какая-то замечательная форма флешмоб, то мне вот стало немножечко не по себе от тех выражений лиц, пост, которые были представлены на этих слайдах. А все дело в том, что, на мой взгляд, и я неоднократно в самых разных организациях выступаю, встаиваю свое мнение, все начинается со смысла. Вот если мы, любую программу, любую деятельность, наряду, естественно, технологический компонент никуда не денется, но не пропишем сами для себя ценностно-смысловую ядру, в чем смысл того, что мы делаем. У нас ничего не получится. И я вас заверяю, что любое содержание, предлагаемое любую работу, мгновенно можно превратить в свою противоположность. И я очень благодарна Ольге Станиславовне, потому что она практически озвучила вот то, что это вообще принцип езуитов, когда с одной стороны мы организуем прогулки в природу, а с другой стороны сажаем посереду коридора ребенка, одеваем на него красный колпак, и вы все можете на него плюнуть. Так вот я в современных технологиях, подходах, программах и предлагаемых проектах очень часто усматриваю именно этот иезуитский подход. Я одну иллюстрацию вам приведу. Психологи анализировали у нас, предложили нам выставку, предложила наша митрополия Тульская, провести в университете тоже, в общем-то, по здоровью сберегающей теме, профилактика абортов, сохранение цель-то благая, что происходит в демографической ситуации, привезли нам огромное количество, больше 20 баннеров современных, прекрасно оформленных. Я когда один-второй развернула, говорю, вот психологи есть, вы анализируйте, что показываем, что нет. Больше половины из того, что привезли, психологи сказали, ни в коем случае показывать нельзя. По разным причинам они обосновывали цвет выбранный, красно-коричневый, но один стенд я вам все-таки прокомментирую. Вот я его нарисую вам в картинках, чтобы продемонстрировать, что иногда мы делаем в вопросах профилактики. На этом баннере, очень живописное, потом увидела, что это профессиональное полотно, просто копия, с него в верхней части, в большом, огромном формате, изображен маршал Жуков на коне, на Красной площади. Огромная надпись, мифы деда-убийц, мифы деда-убийц, под изображением маршала Жукова, внизу коричневый фон, брусчатка, тоже крупным фоном, брусчатка Красной площади и штандарты, брошенные в фашистских, поверженных, значит, дивизий. Я думаю, что сегодня 25-24-го отмечался аппарат, как раз на Красной площади. Так вот, взят в качестве контекста это картина. А вот содержание ставлено, неважно какое, оно очень мелко прописано. Причем тут маршал Жуков, я потом поняла, мелким-мелким шрифтом прочитав, что, оказывается, маршал Жуков был подкинутым ребенком. Так вот, смысл, вот я студент, я молодой человек, я накочевала по школам везде, все районы объехала, я что прежде всего вижу? Маршал Жуков, и рядом с ним крупным красно-коричневым фоном написано «Мифы дед-убийц». Значит, маршал Жуков кто? А дальше будет он читать, молодой человек, который привык, тут обвешан, тут гаджеты и так далее, он пробежал и пошел, а визуально работает. И огромное количество того, что мы проанализировали, эти материалы мы, кстати, анализировали со студентами на практических занятиях по специальности организации работы с молодежью. Или как вам, например, новый фильм, который привезли накануне 9 мая и в университете продавливали, и показ, используя всю цепочку власти, начиная от губернатора. Одно название, чего стоит, «Узник вечного огня». Вот как вам, вот как работают. Каждый день, везде работают иезуитские технологии. Никуда они не ушли. Рассказать содержание этого фильма – это вообще отдельная песня. Или, например, приглашают письмо, получают студенты, приглашаются на семинар, обучающий семинар по подготовке лидеров. название «Или ты, или тебя». Никому не режет слух. Ну, что-то задумались. А вот когда совет антинаркотической школе будет висеть, я представляю, сразу стенд, состав, а ты там, поручение сегодня у каждого портфолио, сейчас каждый же выведет сертификат, что он принимал участие в этом совете. Все, окно Авертона заработало пять шагов. Сначала мы привыкаем к этой мысли, мы приучили молодежь к этой мысли. Это все равно, что огромный баннер на окраине Тулы, где все в асфальте, где трасса проходит, машина поднимает до небес пыль, каменный совершенно, девятиэтажки, колодцы, где детям нет ни единой травки, погулять, и на этом стенде, на огромном изображен черно-красно-серым цветом шприц, капли крови, и написано нет наркотикам. Ну, совсем добить урбанизированную среду. Давайте об этом задумаемся. Вот с последнего форума мы приезжали большим составом, несколько автобусов, студентов, и получилось так, что уезжали здесь по набережной, и ребята говорят, давайте сходим на Красную площадь, давайте сходим на Красную площадь, остановились, остановились там, за Москва рекой, и вдруг студенты кричат, вышедшие из автобуса, идите скорее все сюда, сквер, где, я думаю, что все вы знаете этот памятник, детям с завязанными глазами. Дети кружатся, взявшись за руки, у них глаза завязаны, как мы в детстве все кружились, а сзади те самые названия «Дети жертвы порока», а сзади, значит, вот эти страшилища, уродствующие динозавры, коррупция, наркомания, проституция, у каждого свое название, вот это огромный памятник, который подали в Москве к дню города. Вот иногда, мне кажется, мы добавляем своей работой, своим непрофессионализмом, а может быть иногда именно отсутствие смысла того, что мы делаем. Так вот, принцип обвязывания корней, выстраивания на традициях отечественной работы с молодежью, воспитательной работы, мы строим программы свои, ну, и те проекты обсуждаем, а в чем смысл, предлагаемый тобой той или иной формы. Так вот, без этого ценностно-смыслового ядра, без согласования смыслов педагогов, психологов, всех субъектов родителей мы рассматриваем в университете как очень важной составляющей коллективного субъекта организации той или иной деятельности, мы не сдвинемся с места, мы не получим желаемого результата, или технологическая цепочка не будет реализована. Вот тот же проект, равный-равным. Что в этом плохо? Что в этом плохого? Я не психолог, я педагог, педагог в практиках, эколог, считалась специалистом по экологическому образованию, тогда еще в России справочники значились. Но когда в качестве проректора мне пришло письмо, что приехали к нам в Тулу специалисты из Санкт-Петербурга, надо прислать сюда студентов, они будут выдавать за три дня сертификаты работы со студентами, с молодежью по профилактике наркомании. Это как? Вот я не психолог, я говорю, это шарлатанство. С наркоманами должны работать только профессионалы. И у меня за эти многие-многие годы работы несколько портфелей собралось. Я абсолютно согласна, еще раз подчеркну, с Ольгой Станиславной. Вот в Екатеринбурге я оттуда привезла буклет «Жизнь без наркотиков». А дальше на шести страницах живописуют о том, что такое наркотики. Кокаин и так далее и тому подобное. Про один из наркотиков написано «Ощущение сопоставимое с блаженством, как будто ты находишься в Аландойсе». И так далее. Вот я прочитала, и мне самой захотелось попробовать. Мне самой подняться и посмотреть на себя откуда-то со стороны и продвинуться и так далее. Те же самые, когда мы на семинарском занятии предлагали это студентов, они также, какие ваши впечатления, а все-таки те же самые впечатления, а хочется попробовать. И никаких других. И таких, равные равному. У меня лежит брошюра, выпущенная в Башкирии на деньги налогоплательщиков. Очень хорошая для волонтеров, которые будут работать с наркозависимыми. Если кому-то интересно, оставьте электронный адрес, я сканом пришлю. Я просто сейчас не хочу рассказывать про игры «Степной огонь», про приключения «Презервативочка» и так далее, которые... И это самое мягкое, что я тут... Про волшебную таблеточку, которую ты употребил, и все стало дозволено. Ну, кому интересно, я ксерокопии пришлю. Этих сегодня набралось в таких портфелей огромное количество. Что касается оформок, в том числе флешмоб. Может быть, вас кого-то это не коробит. Меня коробит флешмоб, если кто-то не знает, прочитайте. Вообще-то это нейролингвистические технологии, которые зомбируют. Ты бездумно отключаешь мозги. Ты... Стереотип у тебя такой, что ты делаешь все, что тебе говорят. Надо язык высунуть. Высуни язык. Надо изобразить непристойную форму от тебя. Это технологии манипулирования. И с такими технологиями неоднократно мне также приходилось встречаться, в том числе, на программах, которые якобы имеют цель формирования стиля здорового образа жизни. например, та же самая микс, когда мальчики и девочки становятся один за другим, потом тесно прижимаясь, практически садятся друг к другу на колени, называется это сосиска, кетчуп, кока-кола. Или, например, технология, которую с Украины нам сетевики привезли, например, игра тоже по профилактике, она называется боги падшие. Кому интересно, я могла бы в деталях рассказать. Или, например, весноватые, то же самое. Это очень интересные технологии, которые подаются под соусом 10 шагов и так далее. Я помню, как с сотрудниками Бауманцами мы отстаивали очень многие позиции в Государственной Думе. Мы там заседали практически каждый, чуть ли не каждый день ездили. Мы Нарусовой, в общем-то, которая продвигала легализацию наркотиков, которая говорила, что без, если мы не легализуем, то детям в Сибири есть будет нечего, очень серьезно противопоставляли, собирали подписи, корпус проректоров работал и так далее и тому подобное. Поэтому, предлагая ту или иную заимствованную из Запада технологию, надо все-таки задуматься над смыслом. Один из модераторов, молодых модераторов, который организовывал тренинг «Боги и бесноватые», на мой вопрос, почему я не принимаю участие в тренинге, я ответила, что я воспользуюсь своим правом не участвовать, но, говорю, хотел бы попросить у вас разъяснения, в чем смысл этой деловой игры. А он мне сказал, при чем тут смысл? Меня так две недели учили в Америке. Я вам дословно говорю. Коллеги в разных вузах занимают разные должности от проректоров до заведующей кафедры и могут вам подтвердить, что это было именно так. А что у нас есть свое? Что у нас есть свое отечественное? А давайте посмотрим, как организовывалась жизнь в университетах условно в XIX веке. Может быть, это может стать предметом для обсуждения со студентами, с учащимися. Потрясающе совершенно наше отечественное здоровье сберегающие технологии. Мы их нашли даже у Льва Николаевича Толстого. Когда волонтеры в прошлый раз приезжали, была здесь ярмарка волонтерской продукции. Они привозили вот эти пирамидки со смысловыми вот такими очень интересными вкраплениями великих людей, которые, на мой взгляд, прежде всего, совершенно неожиданный взгляд на проблемы раскрывают и являются темой для размышления, для организации каких-то просветительских бесед и так далее и так подобных, потому что сегодня нужна штучная работа, сегодня аудиторию нет смысла студенческую собирать, сегодня это или небольшие группы, или один на один. и так далее и тому подобное. Эта технология обвязана не корнея, это восточная технология укорененности в культуре, но она у нас почему-то совсем отсутствует в практике, она мощнейшая. Посмотрите, в Англии работает методика Макаренко, в Германии в программе по работе с малошансовой молодежью нам демонстрировали центр имени Макаренко, как он работает, а у нас как будто и не было. А ведь на вопрос жены, жена пишет письмо и говорит, сегодня только все и говорят о твоей чудесной методе, а он отвечает, нет никакой методы, есть только жизнь, нормально организованная жизнь. И вот если мы будем организовывать нормальную жизнь, где дружба и возможность подружиться на основе позитивных интересов, склонностей, где есть место делу, конкретному делу, вы знаете, как зажигают студентов конкретные практические дела, не флешмобы, где 10 раз приходится объяснять, почему тебе надо туда идти, да потому что администрация прислала письмо, вот на сайте лежит, ты конечно можешь не идти, но вот как бы университет хотел бы принять в этом участие, а вот когда ты говоришь, что идем чистить платоновский лес, глубокая осень, грязь, слякоть, дождь, снег, а они приходят, и приходят иностранные студенты, и когда такие кучи собирают и очищают этот лес, они зажигаются, они уже сегодня мы просто тропу вышивания для первокурсников и разведчики игру всегда проводим в этом лесу, никому уже не надо говорить, они идут туда заранее, они убирают абсолютно всю территорию, они складируют этот мусор на мешки и так далее, и тому подобное, и даже уже не надо говорить, они придут с перчатками, у них будет на факультете выделена группа по уборке, и так далее, и тому подобное, у меня здесь сидят студенты, они, мне не стыдно говорить, я не преувеличиваю, мы всегда были противники любой методики, которая используется одна единственная, потому что принцип валентности, принцип дополнительности прежде всего гуманитарных систем не соблюдается, поэтому я с предубеждением отношусь к достоверности любых исследовательских материалов, но потому что потому опыт работы у самой достаточно большой и знаю, как интерпретируются те или иные исследования, это первое. Второе, ну все-таки нас, педагогов, ориентируют на то, что диагностируем мы детей, воспитанников в деятельности, в конкретной деятельности, вот чтобы она перешла в самодеятельность, в самостроительство, в самосовершенствование, вот задача, и если он вокруг себя начинает собирать ребят вокруг какой-то идеи позитивной, значит, работать, значит, пошло. Точно так же против одной какой-то единственной технологии или какого-то единственного метода. У нас популяризировалось, особенно это в стратегии молодежной политики, один единственный метод проектов. Когда она обсуждалась в Рузе в 2005 году, в присутствии тогда еще министр Фурсенко мы были приглашены вместе со студентами, я категорически выступала там, против единственного метода проектов. Но сегодня, благодаря нашим первым лицам в стране, все-таки вернулся в обиход программно-проектный метод. Так вот, я считаю, что если программа объединяет, в которой расставлены все акценты, определено ценностно-смысловое ядро, что для нас самое главное, что для нас самое важное, тогда и каждое предложение, каждую инициативу мы будем смотреть через призму того целесообразности, включать или не включать. У меня есть еще минуточка, или вы устали, я сейчас закруглюсь, чтобы вы поняли, о чем я хотела сказать. Ну, например, приходит студент и говорит, я вот хочу создать группу инквизиции, ну, вот антикиллер, ну, как хорошо-то, эмблема красивая, но и антикиллер, и слово-то какое, позитивное, так и хочется взлететь и песни петь, давайте с антикиллером песни споем. Так вот, это практически такое же я ощутила, когда пришел студент-торокурсник с инквизиции. И я говорю, ты знаешь, я не филолог, но вот как-то мне, вот у нас тут учеников очень много из школ, вы приедете в школу выступать, и будет инквизиция с этими с готическими всякими закоречками, когтями и так далее, кровью. Вот иди, у нас есть филолог, вот иди с ней поговорим. Он приходит через два дня и говорит, вы знаете, мы что-то посоветовались, мы решили, что мы будем знамением, что грубо будет называться знамение. Есть разница, где психологи, уважаемые, позитивный заряд оптимизма, жизнеутверждающие, какая позиция. Так вот, предлагая ту или иную программу, мы очень сильно заботимся о том, первое, чтобы смысл ее был доведен до каждого студента-участника, второе, чтобы каждый включенный студент, каждый обязательно включенный студент, пожелавший принять участие в этой программе, имел, мы называем, узелок на память. То есть сертификат, мы не просто выдаем участника такой-то программы, там будут смыслы, обязательно, те, которые мы вкладываем. Если год 70-летие, то там будет прописано и про твою семью, и про традицию университета. Если это олимпийский год, то там тоже будет прописано все в этом сертификате, потому что это наши общие смыслы. А далее ты можешь принимать или не принимать участие. Но очень коротко эту программу, которую, ну вот мы в прошлом году, можно, пожалуйста, попрошу полистать, мы сейчас с вами быстро пролистаем. Но вот для нас главный смысл был, мы определяли, очень часто название тем или иным программам и проектам дают сами студенты. Так вот это называлось перед этим еще раз. Вот здоровьем и силой прославим Россию. Вот год олимпийский. Вот вы хотите иметь сертификат участника программы активного участника с благодарностью там ректора, что вы принимали участие через многие годы. Они своим детям будут показывать, что они принимали участие в программе «Здоровье и силы прославим Россию». Ну, следующее, пожалуйста. Ну вот эти концептуальные документы и так далее, тоже на них. Но прежде всего, следующие цели и задачи программы, организационную структуру, в нее вошли практически все факультеты, все кафедры и специально созданные структуры, такие как отдел создательной работы, Центр социально-психологической помощи. Понятно, то есть идея объединяет нам всех по достижению нашей цели. Но сразу хочу сказать, что в основу прежде всего концепция позитивной профилактики. Вот концепция позитивной, вы называете замещающую деятельность, концепция позитивной профилактики. Следующее. Пожалуйста. Вот, нет, ожидаемые результаты. Прежде всего, мы хотели бы найти единомышленников, педагогов. И знаете, когда подходят, говорят взрослые люди, я бросил курить, вот из-за вас я бросил курить или я и стал меньше курить. Ну вот, разные, да, ожидаемые результаты. Все останется, кому-то нужно, можете сбросить себе на флешечку. Пожалуйста, следующий. Перечень обобщенных отсылочных показателей. Откуда мы сегодня берем эти оценочные показатели? У нас с вами есть программа развития образования. И как бы министерство нам задало уже те стандарты, какие должны быть показатели, реализуются программа, достигнуты результаты или нет. Мы имеем свои, и в свое время разрабатывали очень активно с министерством. По ним аккредитация, шла воспитательная работа в УЗИ очень много лет. Но сегодня нам задало новый ориентир министерства, мы не стали рассуждать их взяли. Вот такие. Следующие, пожалуйста. А здесь маленькая иллюстрация, может быть, вам кому-то будет. У нас очень много роликов, мы их показывали на ВУЗ здорового образа жизни, здесь демонстрировали, поэтому очень скоро. Вот школа выживания для первокурсников. Вот ты пройди по этой топе, вот ты поднимись на эту кручу. Работают везде страховщики, наши очень большие заинтересованные специалисты. Работают везде кураторы, студенты, старшекурсники. Они, собственно говоря, и это организуют, всегда это по осени. Это, ну вот, фильм не привезли, к сожалению. Но это вот «Жить здорово-здорово» это наш слоган, который на первом конкурсе «Куза здорового жизни» получил первое место в Иваново. Потом вот такая передача вышла на первом канале. Но вообще это наша была такая идея «Жить здорово-здорово». И это конкурсы, вот эти газеты и так далее, в том числе и интернет-издания. Следующий, пожалуйста. Ну вот этот конкурс утренних зарядок в студенческом городке по-разному проходит. Бывает, что в колах общежития, кстати, очень заразители, факультеты соревнуются. И такие наработки, такие креативные зарядки, они одеваются по-особому. Они там всякие шумовые музыкальные эффекты и так далее, и тому подобное. Ну и вот учеба-актива, которая проходит у нас зимой, именно на экстриме, она и осенью, и весной проходит, но зимой называлась у нас программа в течение многих лет «Бросай, курить, вставай на лыжи». Вот такое, как сказали студенты ФФК, прикольное, они сказали название у нас. Но «Бросай, курить, вставай на лыжи» в общем-то это уже расхожая фраза у нас в университете. И учеба-актива в Олимпийский год проходила под названием «Мы в сердцах разожжем Олимпийский огонь». Ну и на самом деле все чайники по Чернотропу, потому что снега уже в феврале прошлого года было мало, в Сочи, видимо, всех разогрел, но тем не менее пять километров дошли, доползли, дотянули. Следующий. Ну это вот в нашем студенческом городке, но вот обратите, пожалуйста, внимание, нижний кадр. Вот с 90-х годов мы когда думали, давайте экологическую к березе привяжем девочкам канат, и девчонки загородят с собой то, что он привязан к березе, а с другой стороны все парни будут. Ну вот как бы интерес к канату вызвать. Вызвали интерес, мальчишки долго-долго тянули, канат не могли понять, в чем дело, почему девчонок перетянуть не могут, но с тех пор это соревнование стало любимым. Сейчас мы очень активно работаем по внедрению в молодежной среде наших национальных игр. Поверьте, вот сейчас мы были в Сочи, в феврале команду вывозили, соревнования по лапте, по городошному спорту и так далее и тому подобное. Национальные игры заряжают современных студентов ничуть, не меньше, а может быть гораздо больше, чем 18 вузов там было со всей стороны, чем, скажем, те достаточно дорогостоящие, мы-то еще из того, чтобы ничего за это не платить, чтобы это было и копейки, те дорогостоящие формы и виды спорта, которые усиленно федерациями продавливаются, не давая нам вузам на это ни копейки, сами за это получают большие граммы. Поэтому мы за свой национальный виды спорта. Пожалуйста, дальше. Что у нас там еще что-то есть, да? Ну и вот это ЗОЖ, университет вуза здорового образа жизни. Вот сам конкурс, он пошел у нас в университете, когда приехал замминистра, увидел у нас вот такие везде университет здорового образа жизни и через неделю пришло письмо вузы, что организуется всероссийский конкурс вуз здорового образа жизни, к которому относится и на любимый университет с замечательными энтузиастами специалистами университета имени Баумана и с не менее замечательными студентами, с которыми мы много лет работаем вместе. Ну и еще хотелось бы сказать, есть еще одно направление деятельности, которое очень важно. Это научно-исследская работа студентов. Мы весной, в апреле ежегодно провели уже 17-ю конференцию проблем молодежи глазами студентов. Одна из самых больших секций, 40 и больше человек приезжает со всей, не только из нашей страны студенты, из разных вузов медицинских, технических и так далее и тому подобное, она посвящена вопросам вот как раз формирования культуры здоровья и профилактики асоциального явления в зависимости от психоактивных вещей. Вы знаете, какие публикации интересные? Кстати, вот на этой секции в свое время родилось такое понятие, озвучили его студенты-медики из Иркутского университета как пивной алкоголизм. Впервые из Герцоговского университета в начале 2000-х годов приехали студенты, будущие педагоги, психологи с докладом об игровой зависимости, о том, почему и как не работает в России у нас с нашим менталитетом телефон доверия, потому что у нас легче рассказать другу в трамвае, в троллейбусе, чем позвонить. Наушничество откуда идет, у нас не в части никогда, это считалось всегда некрасивым, ненравственным проявлением своего характера. Ну и приглашаем вас зайти на сайт, обменяться мнениями, и я готова ответить на ваши вопросы, но я думаю, что я ваше терпение уже в полной мере исчерпала, прошу прощения. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы с нами к вам. Спасибо. Дорогие друзья, мы с вами заканчиваем работу нашей секции. У нас здесь по времени еще стоит дискуссия, но я думаю, что те вопросы, которые мы поднимали на работе, они были достаточно полноосвещены, но я бы хотела еще заметить одну вещь, ну, не могу не сказать, потому что это такая же вотребещущая тема о школьном тестировании на потреблении наркотиков, который сейчас психосоциальное тестирование, которое вводится в школах по приказу министерства. Было очень большое обсуждение по этой теме, я думаю, что вы в курсе этого вопроса, и вы знаете о том, что изначально предлагалось использовать методики Кителла, которые ни в каком виде, даже близко не могут быть использованы в данном проблеме, но и сейчас тоже большая проблема, которая существует, и она еще не разрешена, хотя Московский государственный университет имени Ломоносова сейчас занимается в факультете психологии разработкой инструментариями по тестированию, но мы все с вами прекрасно понимаем, что психосоциальное тестирование, вообще любое психологическое тестирование, на эту тему оно не имеет смысла, потому что нету точных критериев и точных указателей, что дети будут употреблять и употребляют или будут употребляться, то есть в данном случае есть некоторая приблизительная такая тема и некая приблизительная оценка возможностей рисков, и я бы хотела обратить на это особенное внимание, потому что не было неправильной трактовки работы психолога в том числе, потому что в эту работу вовлечены психологические службы образовательных организаций, психолог-педагогические центры, психолог-ппмс-центры и всевозможные организации, поэтому вот здесь мне кажется важно здесь развести и дать понять, что нельзя использовать те службы, которые направлены на защиту и поддержку детей в качестве репрессивных служб. Вот это мне кажется очень важный момент, воспитание предполагает доверие и поддержку, как говорила еще Ильичат говорит Ирина Лазина Дубровина, академик Российской академии образования, она до сих пор постоянно говорит о теме воспитания, что воспитание первичное, а не методы, которыми мы вводим в обратное состояние, собственно говоря, превращая из себя из тех, кто должен давать вот эту сеть доброе, вечное, мудрое, а мы превращаем в некоторую систему репрессий. И вот хочется, чтобы мы на это внимание обратили в своей профессиональной среде в том числе, потому что это очень важный момент. Уровень доверия, как уже сказала Николана, того же телефона доверия, в этом и заключается. Что такое телефон доверия? Это место, где на меня поддержит этот уровень поддержки, или это скрытая репрессивная организация? Возникает такая двойственная сознание, и в сознании ребят в том числе, это тоже важный момент для работы по профилактике таких сложных проблем, как зависимости. И еще тоже один мне бы хотелось сказать, что вот мы, что бы мы сегодня сейчас не обсуждали, вот как я, например, услышала, мне показалось важно, что самое главное это структурирование времени. Чем дети, люди занимаются вообще? Есть ли у них время, есть ли у них лишнее время, которое они не знают, как социально правильно заполнить? То есть, если вы занимаетесь воспитанием детей, да, если представляет возможности или центра, или школа, образовательная организация, представляет возможности разного способа структурирования времени, то там проблем-то, как правило, и не бывает. А когда детьми не занимаются, то это вообще большой вопрос. У нас было соседание центров, психологических центров, был центр из города Губкина, по-моему, Белгородской области, и днем, что-то было вопросом по профилактике алкоголизма. И они мне так с удивлением говорят, знаете, а у нас нет такой проблемы. Я говорю, да ладно, в России нет такой проблемы, что есть такое место, где нет такой проблемы. Они говорят, да, нет, нет. У нас бывает четыре случая в год. Четыре в год. Я говорю, ну-ка, рассказывайте, как это вам так удалось. Они говорят, а у нас просто региональная, жестко региональная политика на здоровый образ жизни. То есть у них обязательно участие в секциях, обязательно спортивные соревнования, обязательно культурные мероприятия. У них время расписано. У нас, говорят, четыре случая алкоголизма среди подростков в год. Они говорят, нам ваша программа неинтересна. Я думаю, что вот здоровье и сбережение имеют большое важное значение именно в рамках деятельности. Там поражает еще один факт, когда они озвучили, что у них на семью приходится шесть половины детей в среднем. На семью шесть с половиной детей в среднем. Представляете? Ольга, я хотел обратиться. Вот я сам первый из Губкина. Один из самых чистых городов России. Во-вторых, там в каждой школе есть куратор здорово-сберегающей технологии, который развивает не массовый спорт, в смысле не спорт профессиональных достижений, именно массовый. И этот человек знает все села, дети, которые ходят в его школу, знает всех родителей и знает, какой распорядок физико-портовки у них есть. Но я не хотел не об этом сказать. Вот вы, как психолог, исполнительный директор, серьезный организацион психологический сказали, что КИТЭЛ не используется. Значит, когда не было федерального закона о тестировании социально-психологическом, значит, не было приказа Министерства здравоохранения, не было приказа обменообразования, о том, как этот закон реализовать. Он на сбаланке использовался, сейчас используется, там есть подростковый аспект, есть такой, там нет ни одного прямого вопроса, то, что требует этот закон. Но сейчас есть закон, мы его не используем благодаря вашим рекомендациям. Но что использовать нужно? Вот ключевой, базовый, основной, хороший вопрос. Да, что использовать? А на самом деле сейчас нет ничего, я вам сразу говорю, вот честно, пионерское, нету ничего. Есть вот единственная программа, которую Татьяна Николаевна Клюва представляла, буквально на нашей конференции, вот у нас была секция, и собирались центры, которые вынуждены, вот Челябинск родал просто, потому что ему надо отчет сдавать, а они им нечем сдавать отчет, не могут делать. Нет инструментария, который более-менее, ну, чтобы, который сделает более-менее эту работу правильной, потому что и валидной, потому что сама постановка задачи немножко не та, потому что вообще психологическое тестирование направлено вообще на структуру личности, на деятельность, правильно? И здесь какие мы можем, или мы используем невалидное тестирование, да, то есть, например, какие-то проективные методы, что тоже достаточно проблематичны. сейчас, сейчас Министерство образования услышало эту тему, они дали задание, госзаказы выполняет МГУ, и они должны представить, вот Кабанова посмотрела, здесь есть в программе, они должны представить некоторые опросники, которые они будут рекомендовать. Ну, посмотрим, вот в рамках федерации мы предлагаем, вот мы провели исследование, мы провели, как бы, такой опрос, и небольшое пилотное исследование, мы предлагаем вот тот вариант, который предложил Татьяна Николаевна Клюева. Это поддержали наше профессиональное, ну, профессиональное сообщество, и сейчас он наиболее адекватный. Но, и я хочу сказать, что здесь, это вот базовая проблема. Может быть, например, присоединиться к нам ФГНУ, ФИРО, наша замечательная организация, у них тоже наверняка есть какие-то разработки в этом плане, но пока нет инструментарий, который одобрен и массово распространяется. Это вопрос. Дорогой. Ваши слова прокуратура. Я знаю, что это, да. Потому что они сейчас приезжают, говорят, закон уже год действует, доложите. Да, извольте соответствовать. Ну, вот дает Орел и Медичкова, ну, хорошо, что у вас записи сегодня показывают. Да, показывают. Представители психологов сказали, что пока нет методики. Нет таких методик, пока нет. Можем социально-психологическое беседу, психо-беседуем, а внешним признакам выявляем, свои гробства, мы так далее. Да, и мы готовы в рамках федерации, вот мы делаем, проводим такую работу сейчас по подборке методик, которые были более-менее подходящие. Но их нет, пусть оказывают. Мы согласны. Драй, да, пожалуйста, да, пожалуйста, кто-то. Знаете, у меня несколько таких сомнений, которые бы хотелось быть на публике поддержки. Первое сомнение это... Можно быть, не проходитесь? Вы сюда подпишите. Слышно? Пензенский государственный университет Сугробов Галина Алексеевна. У меня несколько сомнений, которые бы хотелось высказать и обсудить. Первое сомнение это по поводу того, что организовать психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение образовательного процесса, здорово-сберегающей деятельности, профилактики, отклоняющейся от поведения детей, должны специалисты. Специалисты это не только психологи, это не только социальные педагоги, это те педагоги, которые участвуют в образовании наших детей, в воспитании этих детей. Как можно грамотно организовать эту работу, если такой предмет, как возрастная анатомия и физиология детей и подростков, на базе которой, наверное, они получают все знания, необходимые для правильного сопровождения, занимает всего 20 часов. Это первое сомнение. Второе сомнение, ну, мне кажется, это не секрет, что психологов из школы фактически убрали. И третье сомнение, вот те, ну, скажем так, специалисты, которые работают с детьми, они чаще всего отмечают все-таки внешнюю некую составляющую в отклоняющемся поведении ребенка, не углубляясь внутрь, не находя истоки. Я очень много слышала по поводу того, что самое главное это воспитание. Я очень много слушала докладов по поводу того, что вовлечение детей в различные программы, в различные тренинги и так далее будут способствовать снижению риска и профилактики соответственно этого самого асоциального поведения. Вы знаете, есть дети, которые сами готовы организовать эту работу. Есть дети, которые легко вовлекаются в эту работу. И есть дети, которые стоят в стороне. И родители этих детей, и педагоги в том числе бьют тревогу. Но, к сожалению, очень поздно доходят до специалистов. Почему я об этом говорю? Как практик, который занимается нейропсихологией, нейрофизиологией, хочу сказать, что есть дети, у которых оптимальное состояние мозга действительно хорошее, на хорошем уровне. Есть дети, у которых мозг работает немножечко непродуктивно. Это касается тех зон, в первую очередь, которые отвечают за программирование, за планирование, за контроль своей деятельности. И по отношению к таким детям меры наказания, меры предупреждения, они, в общем-то, не срабатывают. Поэтому, мне кажется, на начальных этапах становления таких детей необходимо обратить внимание на эти аспекты и рассматривать их комплексно, с тем, чтобы вовремя предоставить специфическую, коррекционную какую-то направляющую, направляющий вектор задать. О чем, в общем-то, многие и не знают. Вот об этом я хотел бы сказать и хотя бы на первые два сомнения мои получить некоторое разъяснение. Ваши сомнения по поводу того, что сокращается количество часов уроков, это ужасно. Это правда. Это действительно не только по физиологии, на самом деле очень много сокращений часов до тех дисциплин, которые необходимы. Это да. Второй момент по поводу того, что психологов и школы мы применим темы, они убирают, их вымывают. Просто это такое возможность, что им не могут работать, потому как нету финансирования. Поэтому подушевое финансирование, оно приравнивает психологов к вспомогательным слушаниям, естественно, они уходят. И это тоже большая проблема. Она тоже, на самом деле, никуда не делась. И вот с нашей точки зрения мы боремся как можем. То есть всячески стараемся поддержать, не потерять профессионалов. Но сейчас мы находимся в ситуации, реально, что профессионалы с федообразованием перераспределяются очень сильно. То есть есть регионы, в которых региональные власти поддерживают, понимают важность этой психологической деятельности и в школе сохраняются, поддерживаются психологические службы, центры. А есть такие регионы, которые на это относятся, ну как бы так. И там происходит то, что происходит. И это действительно сложная проблема. И когда мы столкнемся с тем же профилактикой наркомании, тестированием, с возможными социальными поведениями, мы хват... психологи становятся, знаете, как пожарники. Когда все хорошо, не надо. Когда пожар, а где они все? Вот в этом самая большая проблема. А воспитание это процесс непрерывный. И здесь, конечно, большая работа педагогов. Это тоже очень важный момент аспект педагогов. То есть здесь важно непрерывный процесс, связанный с педагогической деятельностью, на наш взгляд, да, и процесс знания специалистов и возможности обращения к специалистам. Это тоже важно. Но для всего этого нужно...